Глава одиннадцатая. Тетя Лиза. Единственной подругой мамы была Елизавета Ильинична Раевская. Ее все в семье звали тетей Лизой, хотя на самом деле никаких родственных связей между ею и нами не было, а была она товаркой мамы по Смольному институту, и нежнейшая дружба, завязавшаяся еще тогда между Лизой и Камилей, продлилась затем между ними на всю жизнь. Впрочем, и после смерти мамы тетя Лиза продолжала у нас бывать каждый понедельник, и, кроме того, во всех особенно торжественных случаях. Вообще, с товарками-смолянками мама, кроме тети Лизы и княгини Касаткиной Ростовской, рожденной Норовой, знакомства в дальнейшей жизни не поддерживала. Но княгиня умерла, если я не ошибаюсь, еще в семидесятых годах, тогда как тетя Лиза пережила маму на целых десять лет. Могла бы она прожить и дольше, если бы не несчастный случай. Бедняжка обгорела, опрокинув на себя горящий бензин. Бензинкой же она пользовалась потому, что была очень бедна, и, снимая комнату в доме дешевых квартир на Лиговке, сама себе готовила еду. Средства ее состояли из пенсии, получавшейся ею со смерти отца, одного из героев Отечественной войны. Я так и не удосужился узнать, какую роль в ней играл Илья Раевский. И из ничтожного жалования, которое она получала, служа в ведомстве императрицы Марии. Правительственные учреждения, заведовавшие различными благотворительными предприятиями, больницами, школами и тому подобным, начало которому было положено императрицей Марии Федоровной, женой Павла I, еще в девяностые годы XVIII века. С 1854 года стало называться Ведомство учреждений императрицы Марии. Смотрите, Ведомство учреждений императрицы Марии, 1797-1897, Санкт-Петербург, 1897 год. Эти биографические данные ничего не говорят о том, что за личность была тетя Лиза Раевская. Между тем, это была, несомненно, очень особенная личность. Не по своему общественному положению, о своих аристократических родственниках она не особенно любила говорить и считала себя несколько обиженной ими. Не по уму и талантам, а потому, что она была типичной представительницей отжившей и уже забытой эпохи. Мама успела за свои супружеские годы утратить все институтское. Она, может быть, и вообще не была никогда типичной смолянкой. Напротив, Елизавета Ильинишна Раевская, несмотря на свой преклонный возраст, производила впечатление только что выпущенной из стен смольного девицы. И даже не столько выпущенной, сколько выпорхнувшей. Точно вчера только она исполняла экзаменационный падышаль, танец с шарфом. И вся она была полна какого-то затаенного восторга, то и дело вырывавшегося наружу. Она и к Камилле питала именно такое институтское восторженное чувство, тогда как отношение мамы к ней не было лишено легкой и благодушной иронии. Еще можно так сказать. Тетя Лиза была типичной старой девой, тогда как мама была типичной матерью семейства. Этот контраст не мешал им нежно любить друг друга. И если мама и посмеивалась иногда над ужимками своей подруги детства, то она и бесконечно ее уважала за кристаллическую ее чистоту душевную, за ее правдолюбие. Правдолюбие у мамы доходило почти до мании. И в то же время маме было сердечно жаль ее, Лизу, жизнь которой в сущности сложилась очень и очень неудачно. Сама тетя Лиза, впрочем, как будто не сознавала эту неудачливость. Или же она умела скрывать такое свое сознание. Скорее, она действительно не сознавала. И в этом была одна сторона ее типичного стародевичества. Она была старой девой по призванию. У нее был талант быть старой девой. Мало того, это стародевичество сообщало ее жизни какую-то жеманную и чуть гротескную изящность. Она гордилась, что осталась барышней. Гордилась даже тем, что вся ее наружность была столь типичной. Она гордилась своим далеко выдававшимся вперед римским носом, своими черными гладко-гладко причесанными волосами, своей худобой, своей прямой осанкой, своими костлявыми руками, своей длинной шеей, иначе говоря, всем тем, что именно и слагалось в несколько карикатурный образ старой девы. В тот тип спинстер, который был так использован английскими рисовальщиками и романистами. Спинстер — старая дева. Английское слово. Да и поступки тети Лизы соответствовали тем поступкам, которые приписывают старым девам Диккенс и Текерей. Так, в продолжении целой зимы, кажется, 1879 года, она забавляла нашу семью переживаемым ею романом. В нее якобы влюбился какой-то отставной генерал, оказавшийся с ней рядом на конке и вступивший с ней в разговор, начав с заявления, что он еще никогда не встречал такого классического носа. Несомненно, старый хрыч вздумал потешиться над действительно поразившей его, казавшейся удивительно старомодной дамой. Но тетя Лиза, что называется, клюнула на эту удочку, и в продолжении нескольких месяцев мы от понедельника до понедельника могли следить за развитием этой авантюры, которая после поднесения генералам нескольких букетов и двух коробок конфет, в чем тетушка уже усматривала предложение, кончилась бесследным исчезновением героя. Не был ли то какой-нибудь бытописатель, заинтересовавшийся типом и вздумавший его вывести во всех подробностях в повести или в пьесе? Тетя Лиза была страстной театралкой. Как не скромны были ее средства, однако при соблюдении ею систематической экономии ей хватало их, чтобы абонироваться и в Мариинском театре на русскую оперу, и в Михайловском театре на французскую драму. А в какой-то другой день недели она успевала еще посещать итальянскую оперу. Кроме того, она была непременной посетительницей и всяких гастрольных спектаклей Сара Бернарко, Клена, Дузе, Росси, Сальвини и так далее. По понедельникам она у нас обедала именно перед тем, чтобы к восьми часам отправиться на свое обычное место в райке Мариинского театра и с замиранием сердца ждать момента, когда обожаемый ею направник подымет свою дирижерскую палочку. По вторникам она обедала у своей племянницы, баронессы Медем, и оттуда спешила на свой балкон, чтобы аплодировать Гитри, Вальбелю, Андрие, Брендо, Томасен, и чтобы с негодованием, которое она считала искренним, слушать ужасные сальности Хиттеманса, Жумара и Мадам Дарвиль. Настоящим горем было для нее, если два интересных спектакля совпадали, и приходилось выбирать один из них. Но не могло возникать у нее ни малейших колебаний при таком выборе, если один из спектаклей был украшен, удостоен участием Мазини. В таких случаях тетя Лиза отправлялась в Малый театр, в котором частная итальянская опера нашла себе приют после того, как перестала быть казенной, а ее абонементным местом в Мариинском на данный вечер пользовался кто-нибудь из нас. Таким образом, я и познакомился с Райком. И должен сказать, что как раз воспоминания от спектаклей, которые я видел и слышал оттуда, с этой высоты, у тети Лизы было место в самом центре амфитеатра и в первом ряду, принадлежат к лучшим, то ли потому, что общий вид театра из Райка особенно эффектен, то ли потому, что оттуда действительно хорошо слышно, то ли от того, что вас со всех сторон окружают не какие-либо люди скучные, равнодушные, а самые пламенные энтузиасты. О, в какое неистовство впадали иные из этих поклонников! Какой там стоял крик, и какое происходило неистовое махание платками и шарфами! Случалось мне видеть такое неистовство и в лице самой тети Лизы. Это бывало, когда соседнее с ней место в итальянской опере, принадлежавшее одной ее сослуживице, оказывалось свободным, и она его предлагала мне. Во что превращалась в конце каждого акта пропетого Мазини обыкновенно столь чопорная и даже величественная тетя, отлично подходившая к роли какой-либо строжайшей обергофмейстерины? Она становилась разъяренной менадой. Да и в своих же рассказах об ее Анджело она выдавала всю силу накопившегося в ее сердце чувства. Она краснела, путалась, недоговаривала, точно и впрямь между ней и знаменитым тенором, с которым она не была знакома, установился род Романа. Впрочем, до знакомства все же дошло. Для какого-то прощального спектакля тетя Лиза сшила и расшила орнаментами в русском стиле башлык. И, выждав минуту, когда знаменитый певец после всех артистов вошел в вестибюль театра, по обыкновению своему с расстегнутым воротом, она накинулась на него и, крикнув, «Да вы с ума сошли, Мазини!» ловким движением обвела его шею своим подарком. Капризный и балованный певец был в этот вечер, после бесконечных оваций, в благодушном настроении, а потому в ответ на столь бурный натиск он не только не реагировал какой-либо грубой выходкой, но промолвил «Спасибо, большое спасибо» и даже поцеловал ручку дарительницы. Я думаю, во всей жизни тети Лизы именно этот момент был самым светлым и торжественным. Во всяком случае, рассказывала она о нем по всякому поводу, причем даже и мимировала свой поступок. Я вот так накинула башлык, быстро-быстро связала концы, а он вот так поцеловал мне руку. Она верила, что именно ее башлык спас ее любимцу не только голос, но и прямо жизнь. Действительно, морозы в тот год стояли жестокие, и, возможно, что башлык в русском стиле и впрямь пригодился Мазине, если только он в тот же вечер не отдал его своему слуге. Еще необходимо упомянуть о двух черточках тети Лизы, иначе ее портрет не получился бы вполне схожим. Одна из этих черточек — патриотизм. При всем своем поклонении итальянской опере, при всей своей верности французскому театру, тетя Лиза была самой горячей патриоткой. И это неудивительно, если вспомнить, что она была дочерью бородинского героя и воспитанницей Смольного института в дни Николая Павловича. Как раз к последнему она питала настоящий культ. Точно это не политическая личность, а личность мистическая, нечто вроде какого-то святого, чудотворца. Напротив Александра Второго она не любила. И совсем он ее огорчил своей открыто выразившейся супружеской неверностью. Когда тетю Лизу поддразнивали, что вообще было у нас принято, уверяя, что и Николай Первый не подавал хорошего примера в этом отношении, она зажимала уши, закрывала глаза и кричала «Неправда, это все клевета!» Почти так же восторженно относилась она к Александру Третьему. И все мероприятия государя, имевшие целью поднять национальное самосознание, она приветствовала с энтузиазмом, а чудесное спасение 1887 года она от всего сердца считала именно зачудесное и даже обзавелась по этому случаю какой-то хромолитографией, которая изображала события с несомой ангелами иконой в облаках. Это событие произошло 17 октября 1888 года. В этот день потерпел крушение царский поезд, где находилась вся семья Александра Третьего. Ни царь, ни его близкие при этом не пострадали. Смерть императора в 1894 году тетя Лиза пережила как личное несчастье. Тем более, что не питала никакого доверия ни к Николаю II, ни к царевичу Георгию. Напротив, она возлагала самые пламенные надежды на Михаила Александровича, считая его истинно русским человеком, и потому именно ожидала от него, что он будет прекрасным правителем. Надо, впрочем, сказать, что вообще у Михаила Александровича, даже при жизни его брата Георгия, была такая негласная партия, скорее род какого-то ни на чем реальном неоснованного культа. До рождения цесаревича Алексея, оттеснившего дядю от престола, тетя Лиза не дожила. Патриотизм тети Лизы выразился и в том, что она одно время в досужие часы со страстью занималась рукоделием в русском стиле и даже несмотря на скудость средств отделала свою крошечную квартирку до переезда на Лиговку бесчисленными полотенцами и мебелью в русском стиле с петушками, рукавицами, дугами и прочими национальными элементами. Кроме простого вышивания крестиком, она выучилась более замысловатому способу, при котором орнаменты и фигуры получались сплошными силуэтами на прозрачном фоне. По этой системе она изготовила себе занавески к окнам, а затем потребовала даже продавать подобные изделия. Для этой цели она попросила моего отца делать ей рисунки такого орнаментного шитья, отчего он по своему добродушию не отказывался. Запомнились мне такие занавески с фигуркой, пляшущей с платком девушки и с танцующим в присядку парнем. И Обер тоже изготовлял тете Лизе рисунки. По его композициям была вышта серия басен Крылова с очень выразительными фигурами животных. К сожалению, в коммерческой пользе этих изделий, требовавших большой кропотливости, тетя Лиза через год или два разочаровалась. Нельзя, наконец, не упомянуть и о том, что тетя Лиза была хранительницей стародавних заветов хорошего тона. Я уже говорил, что она внешне походила на какую-нибудь камерьеру-майор при испанском дворе. Но в ней этой внешности отвечала и глубокая убежденность, неуступчивая приверженность разным правилам приличия. Увы, жизнь тети Лизы сложилась так, что вместо участия в куртагах она целые дни проводила в более чем скромной обстановке и среди людей невоспитанных и хамоватых. Это столь ныне распространенное слово тогда еще не употреблялось, но если бы оно употреблялось, то тетя Лиза должна была бы употреблять его ежеминутно. Благодаря этому милая и добрейшая тетя Лиза не выходила из каких-то историй с коллегами по службе, с соседями в доме дешевых квартир, а то и со встречными на улице. Она то и дело изливала доброй камиль свое возмущение то грубостью своего начальника, то дерзостями каких-то старых дам, живших с ней рядом и пользовавшихся с ней общей плитой. Все эти истории неизменно возникали из-за какого-либо невежливого поступка. Но и у нас в доме выходили иногда, если не истории, то забавные инциденты. Тетя Лиза считала, что поздороваться с дамой известного возраста и только пожать ей при этом руку равносильно форменному оскорблению. А потому, когда кто-либо из моих гимназических или университетских товарищей являлся в комнату, где восседала тетя Лиза, один профиль, один величественный вид, который так и требовал, чтобы человек подтянулся, то она уже вся как-то настораживалась, готовясь произвести оценку этого новичка с точки зрения хорошей воспитанности. Если новичок ограничивался одним только шекхендом рукопожатием и не изъявлял намерения почтительно склониться для безмена поцелуя руки, то она резко выдергивала руку, а иногда даже тут же читала ему нотацию. Такие случаи произошли и с Валечкой Нувелем, и с Бакстом, и со Скалоном, и с Калином. Она сочла их всех за нигилистов и чуть ли не за людей опасных. Напротив, она исполнилась благоволение к Диме Философову и к Сереже Дягилеву за то, что они, предупрежденные мной, произвели церемонию лапзания руки по всем правилам и даже не без некоторой театральной подчеркнутости. «Сейчас видно, что это юноша из хорошей семьи», заявила она. «Поцелую уже и я здесь на прощанье сухую, белую, с длинными пальцами ручку покойной маминой подруги, и да простит меня ее тень, если не все то, что рассказал, оказалось в соотношении с ее вкусом. Впрочем, лично меня тетя Лиза так любила, уже заодно то, что я любил театр и музыку, что мне, как и Леонтию и Николаю, она готова была простить и самые непростительные провинности». Образ тети Лизы так сросся у меня с нашим домом, что я не могу себе представить некоторые наши комнаты без того, чтобы сейчас же не возник ее строгий профиль и гордая осанка ее тощей фигуры. Особенно срослось это представление о ней с воспоминанием о столовой и не столовой парадных дней, где скорее тронировала бабушка ковоз, как именно со столовой будней, точнее понедельника, когда ничего специального не готовилось, а скорее доедались вкусные вещи, подававшиеся накануне. Против папиного места, по левую руку от мамы и восседала, тогда это наша духовная родственница, не столько занятая едой, сколько сообщением того, что с ней за неделю произошло. Кстати сказать, она была крайне воздержана в еде, а вина выпивала, как и мама всего, несколько капель, подлитых для цвета в стакан воды. Невскую же воду почитала за самую превосходную на всем свете воспоминания юности и даже приписывала ей целебные свойства. Глава двенадцатая Сестры и братья Сестра Камилла Всего у моих родителей было девять детей, но сестра моя Луиза умерла одного года, а брат Юлий Иша четырнадцати лет. Другие все, и я в том числе, достигли почтенного возраста. Все мы вышли очень разные, но и с некоторыми общими фамильными чертами. Если говорить о расовых особенностях, то одни одни из нас более отчетливо выдавали свою итальянскую породу, другие французскую. характерно немецкого, что могло быть унаследовано от бабушки Бенуа, пожалуй, ни в ком из нас не найти, но одни из нас относились к германскому началу с большей симпатией, другие с меньшей. Больше всего сознательно такая симпатия выразилась во мне, что не помешало мне как раз быть наиболее космополитичным из нас. В сущности у меня столько же нежности к англичанам и к их быту, к испанцам и даже к скандинавам, хотя уже ни одной капли ни английской, ни скандинавской крови во мне нет, а если и есть капли испанской через кавосов, то она за три века пребывания моих дедов в Италии должна была дойти до меня в совершенно гомеопатической дозе. Можно еще расположить братьев и сестер Бенуа по степени их русскости. Русской крови, повторяю, в нас нет даже и в гомеопатической дозе, но это не помешало нам стать вполне русскими, и не только по подданству и по языку, вот я и эти свои воспоминания предпочитаю писать по-русски, ибо это мой родной, наиболее мне свойственный язык, но и по бытовым особенностям, и по некоторым свойствам нашего характера. Тут замечаются известные вариации. Вполне естественно, что наиболее русским стал с годами, не изменяя нашему общему космополитизму, тот из моих братьев, который, благодаря своему браку, породнился с чисто русскими людьми. Это брат Людовик, Луи, или, как его называли на более русский лад, Леонтий. Все остальные женились или выходили замуж за лиц иностранного происхождения. Старшая сестра за англичанина, младшая за француза, трое братьев женились на немках, один женился на своей кузине, на итальянке, но с примесью русской крови. Оба мужа моих сестер были католиками, три из жен братьев были православными, две лютеранками. Я не стану здесь говорить о братьях, сестрах и о наших свойственниках с теми подробностями, которых они все заслуживают. Я должен беречь место и держаться известной системы. Но как не мог я в своих воспоминаниях не упомянуть о происхождении нашей семьи и дать хотя бы очень эскизные портреты моих родителей, так я никак не могу умолчать и о своих братьях, игравших в моем существовании очень большую роль. Однако мое положение в семье было особенным. Явившись на свет после всех и без того, чтобы у родителей могла быть надежда, что за мной последуют еще другие отпрыски, я занял положение несколько привилегированное какого-то Вениамина. Вениамин младший из сыновей библейского патриарха Иакова, родившийся в годы его старости. Этот образ Бенуа использовал для своего литературного псевдонима Вениаминов, под которым он в ряде случаев выступал в журнале мир искусства. Я не только пользовался особенно нежной заботой со стороны моих родителей, но был как бы опекаем и всеми сестрами и братьями. Особенно нежны были со мной сестры, годившиеся мне по возрасту в матери, старше было двадцать один, когда я родился, а младший двадцать лет. Но и братья всячески меня баловали, заботились обо мне, и каждый по-своему старался влиять на мое воспитание. Все это подчас не обходилось без маленьких драм и недоразумений, без ссор и обид, иные заботы и попечения принимали неприемлемый для меня оттенок, и тогда я всячески против таких посягательств на мою независимость восставал. Однако в общем мы все жили дружно, и о каждом из братьев и сестер память. Переходя к отдельным членам нашей семьи, я начну по старшинству с моей сестры Камиллы Николаевны, которой, как я упомянул, был 21 год, когда я родился, и которая в 1875 году покинула родительский дом, выйдя замуж за Матвея Яковлевича Эдвардса. В совершенно раннем детстве я ей не отличавшейся красотой, с лицом чуть тронутым оспой, тихой, почти безмолвной, предпочитал сестру Екатерину, веселую и очень хорошенькую, стройную розовую Катю. Впоследствии же я сумел по-должному оценить всю прелесть, всю мудрость сердца, весь абсолют доброты и даже полное самоотречение и самопожертвование Камиши. И это моя оценка приняла в конце концов форму известного обожания. Если кого я в нашей семье после матери и отца действительно обожал, так это именно ее. И если после смерти мамы мне действительно кто-либо давал иллюзию, что она все еще со мной, так это именно Камиши. Но только в маме было гораздо больше духовной крепости, того дара, который Гетте называет серьезное отношение к жизни. В Камише же доминировала венецианская, часто граничившая с пассивностью вялость и какая-то безграничная покорность обстоятельствам. Она как-то не совсем справлялась с трудностями жизни и не была способна влиять на близких людей так, как наша мать. Свою Камилля Дарлинг, свою нежную и хрупкую подругу жизни вполне оценил и ее муж Мэтью Эдвардс, громадного роста, типичнейший брит, появившийся на нашем горизонте в 1874 году в качестве преподавателя английского языка. Он сразу влюбился в свою ученицу и нашел с ее стороны полный, хотя едва ли в пылких формах выразившийся ответ. Выход замуж барышни нашего круга за гувернера едва ли можно было считать выгодной партией и, несомненно, родители мои призадумались, когда Камиша спросила их согласия. Но Мэтью так быстро, так верно завоевал симпатии и их, и всех прочих членов семьи, что колебания эти продолжались недолго, чему способствовало то, что по наведении справок на родине Мэтью оказалось, что этот молодой человек принадлежит, если и не к очень зажиточной, то все же к весьма уважаемой семье. Да и в гувернер-то он попал случайно, приехав в Петербург искать счастье и заработка вообще, и не зная наперед, куда приложить свои силы. Преподавательская деятельность не была ему вовсе по вкусу, вследствие чего, при первой же Аказии, Аказией оказался его брак, и событие это произошло необычайно скоро после его приезда в русскую столицу, он навсегда бросил педагогию, отдавшись всецело таким делам, которые ему лежали ближе к сердцу. Ближе сердцу Мэтью были дела все равно какие, в какой области, лишь бы это были дела честные, но и доходные, сулившие быстрые, блестящие прибыли. Сначала он подбил мою мать и ее брата, моего дядю богача Сезара Ковоз, построить завод, которого он и стал управляющим, но затем он этот завод у них выкупил, скупил и все земли вокруг, приобрел и многие другие предприятия и кончил Матвей Яковлевич Эдвардс богатым и при том необычайно уважаемым всеми человеком. Мало ли таких самородков расселилось по белу свету, и очень многие среди них достигли несравненно более блестящих результатов, нежели мой зять. Однако некоторые особенности Матвея Яковлевича заслуживают того, чтобы ему среди других самородков было отведено особенное место. Так в нем не было ничего от Парвеню. Образ жизни его оставался на протяжении всего этого восхождения одним и тем же, таким же незатейливым, каким он был в начале, и в этом более всего выразилось какое-то, я бы сказал, изящество его духовной натуры. Кроме того, в Мате совершенно отсутствовала жадность или какая-либо узко эгоистическая корысть. При его беспредельном благодушии, так чудесно гармонировавшем со святой добротой его жены, он и не был способен что-либо урвать, лишив другого чего-то тому нужного. В нем ничего не было от агрессора и профитера, рвача-спекулянта. Его завоевания были вполне мирного характера. Свои сделки он устраивал полюбовно, посредством переговоров и убеждений, иногда очень длительных и очень сложных, но доставлявших ему самому большое удовольствие. Самый процесс таких переговоров с бородатыми, мужиковатыми купцами и промышленниками в трактирах за бесконечными стаканами чая имел для него какую-то притягательную силу и привел к тому, что этот очень образованный англичанин, дававший в России уроки английского языка и английской литературы, в конце концов, если и неправильно, то бегло говорил по-русски и даже приобрел всякие характерные простонародные замашки. Я нежно любил мата. Мне импонировал его рост, его геркулесово сложение. И в то же время я совершенно не боялся его. Столько было в его характерной голове, в его густой рыжей бороде и в его покрытых веснушками и золотистыми волосками могучих руках доброты при сознании исключительной своей силы. О том, какую любовь он снискал среди своих многочисленных служащих, может свидетельствовать то, что, когда он скончался, его гроб на руках пожелали нести рабочие от самого дома до самой могилы на католическом кладбище версты три. Я не прочь употребить слово художественность в приложении к финансово-промышленной деятельности мата. Однако это слово следовало бы понимать здесь в совершенно особенном смысле. Художественность заключалась в том, что мат трудился, рисковал, падал, снова подымался, производя все это согласно принципу «искусство для искусства». Вообще же ничего художественного в нем не было, если не считать его любви к Шекспиру, к Теннисону, к Муру, о чем, впрочем, он с годами все реже и реже напоминал. Известная склонность к поэтичности сказывалась еще в том, что он любил дремать у камина, слушая старые английские романсы, которые ему играла на их расстроенном пианино камиши. К художественному творчеству членов той семьи, в которую он вступил, он относился совершенно безразлично. В театр ездил только тогда, когда его туда насильно тащили. Выставки и концерты его не интересовали. Меньше всего его интересовал декором личной жизни, что в связи с беспечностью камишеньки накладывало на их домашний быт отпечаток богемы. Те, кто пытались оправдать неряшливость и даже некоторую неопрятность, царившие в их доме на Кушлевке, многочисленной семьей, добрая половина, которой находилась в состоянии беспомощных бэби, были неправы. Мне известны дома, в которых маленьких ребят еще больше, но в которых все содержится в порядке и в которых жизнь протекает в формах известного изящества. Да и средства Эдвардсов позволяли им вполне пользоваться нужным количеством нянек и бонн, чтобы не оставлять детей без присмотра. Но таков был именно стиль их дома, и, как ни странно, безалаберность составляла и своеобразный шарм его. Лет до двенадцати мне нигде так приятно не было гостить, как именно у Эдвардсов. И это не только потому, что я у них объедался самыми сочными ростбифами и самыми вкусными пирогами Камишенька усвоила себе все тайны английской национальной кулинарии, но и потому, что весь этот быт и именно эта их простота, этот своеобразный уют в беспорядке, одно то, что кошки и собаки как-то распоряжались домом на равных правах с хозяевами, все это казалось мне после сравнительной чинности нашего дома чем-то даже завидным. И до чего были распущены дети Камиши и Мата? До чего шумно и бурно выражалась их радость жизни в просторных комнатах их прелестного, построенного по чертежам моего отца, дома на Кушелевке? Сколько портилось и ломалось вещей! И до чего все же эти их дети были добрые и милые дети? И до чего мне, предводителю этой шайки разбойников, было с ними весело? Изредка слышался окрик Матвей Яковлевича. Елена, скверная девчонка, я выдеру тебя, Джомми! Но, разумеется, никакого кнута, необходимого для исполнения последней угрозы в доме не было, а скверная девчонка через минуту после грозного выговора отца уже сидела у него на коленях и теребила его рыжую бороду. Камишенька та и замечаний не делала, а только, глядя на шалости, скорбно вздыхала, не переставая возиться с пеленками, из которых только что выволокла последнего Бэби. А вид розового тельца этого Бэби или его широкая улыбка сразу рассеивали ее скорбь, впрочем, чисто на пускную. Я упомянул только что о бороде Мата. Она была у него рыжая и пропахла смолистым духом. Впрочем, такой же аромат исходил у него не только от бороды, но и от всего одежды, белья, волос, малейших, принадлежавших ему предметов. Когда ватага Кушалевских появлялась в нашей квартире, то и по ней распространялся этот дух, вовсе не противный и имевший в себе нечто здоровое, чуть ли не целебное. Получался же этот дух от канатной фабрики, стоявшей на расстоянии всего нескольких сожжен от их дома. Сам Матвей Яковлевич проводил почти целые дни на своей фабрике, и его массивная фигура показывалась то в кладовой, где находились гигантские весы, то в квартире, где писаря ведали гроз бухами, то среди сверлящих ухо визжащих машин. Смешной говор его, полный неисправимых британизмов, слышался в самых неожиданных местах, и это был всегда добродушный, подзадоривающий говор. Только в крайних случаях он повышался до величественно грозных нот, и тогда в нем вдруг неожиданно открывалось нечто зевсоподобное. Напротив, никогда Мат не унижался до раздражения, до нервного визга. За эти-то черты, за эту его какую-то товарищескую простоту, связанную с мудрым начальствованием, его особенно и любили рабочие. К несчастью, смерть не пощадила и эту чудесную и милую пару. Она разлучила Камишу и Мата. Он умер в Петербурге, в том же доме близ канатной фабрики, и его похоронили на католическом кладбище на Выборгской стороне. Камишенька через три года после его смерти эмигрировала и кончила жизнь в Англии в большой бедности, в скромном деревянном домике, предоставленном ее дочерям и внукам зажиточными английскими родственниками Мата. Но оба были верующими людьми. Матвей был ревностным католиком, несколько фанатического уклона, и надо думать, что для них вопрос о том, где суждено покоиться бренным останком, едва ли имел большое значение. В одном они могли не сомневаться, а именно в том, что жизнь и после земного существования имеет продолжение, и в этом продолжении они снова будут соединены. Глава тринадцатая сестра Катя вторая Камиша Камиша напротив была скорее медлительна. Детей вообще привлекает изящное или яркое проявление жизни. В этом следует искать то несомненное, впоследствии изменившееся предпочтение, которое я, будучи совсем маленьким, оказывал сестре Кате перед сестрой Камиллой. Но с годами отношение мое несколько изменилось. Не то, чтобы я разлюбил Катечку, но я все же стал определенно предпочитать ей Камишеньку. Если искать причины этой измены, то таковые скорее всего найдутся в некотором, правда, очень незначительном дефекте в характере Кати. Она была менее ровной в настроении, более вспыльчивой, а главное, у Кати вечно женственная, особенно сказывалась в некоторой склонности к судачеству. Она любила слушать сплетни. Она их даже с самым невинным видом вызывала, и, что уже хуже, она с тем же невинным видом передавала их кому не следовало, вследствие чего получались иногда разные осложнения. Тут не было и тени злого намерения, но все же тут и Евина начало, которое совсем отсутствовало у Камиши или у мамы, заслоняло природную благожелательность Кати. Понять, простить было одним из коренных убеждений и мамы, и моей старшей сестры, и они почти никогда никем не возмущались и никого не осуждали. Напротив, Катя любила в обществе близких и неблизких людей поужасаться и понегодовать, а в связи с этим находилась и ее потребность вызывать поводы к таким ужасаниям и негодованиям. Надо при этом иметь в виду, что судьба бедной Катиши была в общем куда менее счастливой и куда менее ровной, нежели судьба старшей сестры. Она вышла замуж по любви за несколько месяцев до замужества Камиши, вышла за молодого, талантливейшего и вскоре ставшего знаменитым скульптора Евгения Александровича Лансере, и этот роман Кати и Жени, начавшийся летом 1874 года, продолжался до самой гробовой доски Жени, случившейся в феврале 1886 года. Катя, которой в момент смерти мужа было всего 36 лет и которая по-прежнему была прелестной, осталась верной ему до конца своей жизни. Она отвергла несколько предложений, из коих одного во всяком случае представлялось для всех окружающих вполне желательным. Сказать однако же, чтобы роман Кати и Жени был счастливым, тоже нельзя. Евгений Лансере был с самого начала обреченным человеком. В нем еще в конце 70-х годов обнаружился туберкулез, и страшная эта болезнь вслед за тем только ухудшалась и взяла наконец верх над его хрупким организмом. Самый характер Жени был тяжелым, и существование с ним было нелегким. Насколько я любил своего английского зятя Мата, настолько я недолюбливал своего французского зятя, настолько меня все в нем коробило, и его едкая насмешливость, и его бурные вспышки, и его состояние непрерывной раздражительности. Иначе, как в каком-то ироническом тоне, он никому не обращался, и даже в отношении горячо и нежно любимой жены, он редко менял свой хронический злобный тон. Тут многое было от болезни, но многое и от того, что он сознавал, что он недостаточно оценен как художник, что он по рукам связан с заботой о благосостоянии своей семьи, что он находится в своего рода порабощении у бронзовещика Шопена, заставлявшего его пробавляться мелкими вещицами и не позволявшего ему развернуться. Только постепенно, по мере роста своей известности, Лансере стал освобождаться от этой кабалы, и в последние два-три года жизни он стал диктовать Шопену свою художественную волю. Но произошло это тогда, когда чувство обреченности уже ни на минуту не оставляло его, и исчезла всякая надежда, что он еще успеет себя показать вполне достойным образом. Можно считать, что Лансере, внук застрявшего во время похода 1812 года в русском плену француза и его жены балтийской немки баронессы Таубе, был таким же полноправным гражданином немецкой слободы, какими были мы Бенуа. Однако существенной разницей между нами и им был его пламенный русский национализм. От своего французского происхождения он не отказывался и даже ценил его, однако эта кровная симпатия к Франции была ничтожной в сравнении с боготворением России. И это боготворение России, распространенное на все славянство, являлось основой закадычной дружбы его с Рассоловским, в котором, как в племяннике знаменитых славянофилов Оксаковых, эти чувства можно было считать вполне естественными. Лансере не скрывал в вопросах религии своего предпочтения православию, и на этой почве возникали между ним и нашим другом дома Бианке лютые споры, начинавшиеся обыкновенно с поддразнивания Женей, бедного старика-фанатика, и кончавшиеся прямо-таки своего рода проповедями, посредством которых оба оппонента не щадя голоса и в состоянии крайнего раздражения старались друг друга перекричать. И эти споры не могли меня, мальчика, в общем, религиозного и слепо веровавшего в спасительность католической церкви расположить к моему зятю. Я помню, как я старался бедного Бианке после таких стычек утешать изъявлением моей с ним полной солидарности. В общем, я видел в Жене Лансере врага, но года за два до смерти его это мое отношение к нему стало меняться, впрочем, в связи с изменением и его отношение ко мне. Пока он во мне видел одного из многочисленных ребят, бывавших у них в доме, я был для него незначительной величиной и скорее предметом той же ненависти, которую он питал к детям вообще, за исключением своих собственных. Не раз он раздражался против меня криком и бранью, и это меня, пользовавшегося со стороны всех близких особой лаской и снисходительностью, не могло не возмущать. Но во время моего гощения в имении Лансере в 1884 году я считал, что гощу у своей сестры Кати, а вовсе не у моего врага Жени, стала намечаться какая-то перемена в его отношении ко мне. Он по-прежнему придерживался иронического тона, и даже в связи с моими тогдашними 14-летними романами этот тон приобретал моментами и очень колючий саркастический характер, однако под этой иронией и под этим сарказмом стало обнаруживаться что-то вроде любопытства, а затем к концу этого моего пребывания появилась даже и известная доля симпатичного интереса. В течение же нашего следующего сожительства в том же нескучном в 1885 году это любопытство и этот интерес Жени ко мне обозначились в гораздо более отчетливой форме, да и с моей стороны лед начал таять, а при расставании с Женей в конце августа 1885 года я был почти в него влюблен. Я расставался с собеседником, который понимал меня, а ведь в том возрасте такое внимание обусловливает всякие виды влюбленности. Незаметно для себя и у меня стал меняться мой тон с Женей. Это теперь был тон излияний и признаний, и если даже Женя еще над чем-либо иногда подтрунивал, то, в общем, все же этот мой новый тон трогал его, человека крайне любопытного до всяких человеческих чувств. Когда я хочу вызвать в своей памяти образ Матвея Яковлевича, то он сразу предстает передо мною здоровый, громадный, с расплывшейся в рыжей бороде улыбкой. Я его вижу или шагающим по фабрике, или танцующим джигу на фоне ярко горящей всеми свечами елки. Свой национальный танец этот массивный колосс танцевал с балетной легкостью. Напротив, когда я вызываю в памяти образ Жени Лансере, то я неизменно вижу его в зале дома в нескучном, сидящем в глубоком кресле у самого окна и занятого отделкой очередной статуэтки, которую он ворочает в своей руке, то и дело протягивая к горящей маленькой стеклянной спиртовке металлический шпатель с кусочками воска на нем. У него, еще совсем молодого человека, на носу очки, да и весь он, и схудалый, и согбенный, с совершенно прозрачными пальцами, казался глубоким стариком. Работал он часами без перерыва, не выпуская из рук очередной фигурки лошади или человека. Изредка его кашель приобретал раздирающий характер, и тогда Женя прерывал работу и прогуливался несколько минут по комнате, борясь изо всех сил с новыми приступами. И не странно ли, что тот же человек даже в этом своем последнем году жизни чувствовал себя днями настолько хорошо, что ходил купаться в студеной речке, протекавшей неподалеку от их имения, и мог совершать далекие объезды верхом своих поместий. Приказав подвезти к крыльцу свою любимую кобылу Кабарду, он по-прежнему ловко вскакивал на нее и выезжал за ворота с видом лихого черкеса. На черкеса он вообще походил, потому что неизменно и дома, и в гостях носил полувосточный костюм, рот застегивавшийся на боку поддевки серого цвета, бархатные шаровары и татарские сапоги. Наездником Лансере был изумительным. Он буквально срастался с лошадью, и от этого соединения человека с лошадью получалось впечатление кентавра. Он и знал лошадь так, как никто. В малейших подробностях он знал, как тело ее, ее костяк и ее мускулатуру, так и все ее повадки, самую душу лошади. Зато и лошадь в его присутствии становилась точно более осмысленной и какой-то наэлектризованной. Страстью к лошади объясняется и постоянное возвращение Лансере к конским сюжетам. Он превосходно знал и человеческую фигуру и без особого труда, как бы на лету, примечал всякую характерную особенность других животных верблюдов, овец, коз. Но вполне по себе чувствовал он себя, когда изображал лошадь, то одинокую, то в групповом соединении. Его большие группы, вроде араба, гонящего табун, или казаков у водопоя, быть может, сейчас не встретили бы прежнего восторга, ведь обязательным для скульптора считается теперь статичная ясность и простота очертаний. Однако, если когда-либо эти требования будут, как все в области человеческих вкусов, изжиты, то я убежден, что именно эти группы лансере будут почитаться своего рода художественными чудесами. Тогда будет понята та труднейшая задача, которую ставил себе художник, и восторг будет вызывать то, с какой легкостью, с каким знанием и вкусом эта задача бывала им решена. Лансере, отец, еще ждет своей настоящей оценки. После смерти бедного Жени, который скончался у себя в Нескушном в 1886 году, в самое глухое зимнее время, и который был похоронен у церкви, стоявшей на супротив барского дома, жизнь моей сестры получила совершенно иной характер. Со своими шестью детьми, из которых младшей дочери было около двух лет, она осенью того же 1886 года переехала в Петербург и поселилась с нами в родительской квартире. Всем пришлось потесниться, однако квартира была достаточно просторной, чтобы это стало кому-либо в тягость. Более всего, разумеется, добровольно пострадали наши родители, которые перевели свою спальню в последнюю в ряду анфилады узкую комнату, в которой стояла ванна. В ней было так тесно, что двуспальную кровать пришлось поставить вдоль стены. Но едва ли папа и мама действительно страдали от этого. Они к тому же были как бы приучены к такому уплотнению, так как во время периодических вселений к нам внуков из-за разных детских болезней и для изоляции еще не больных папа и мама то и дело переезжали из одной спальни в другую. Что же касается меня, то я только мог радоваться такому прибавлению наших сожителей, тем более, что моя прелестная комната продолжала оставаться в полном моем распоряжении. Я особенно был доволен тем, что под одной крышей со мной теперь оказался мой любимый племянник Женя или Женяка Лансере, очень рано начавший обнаруживать необычайное художественное дарование. Беседы с этим очаровательным, нежным и в то же время исполненным внутреннего горения отроком постепенно стали превращаться для меня из мимолетных развлечений в какую-то необходимость. Когда я возвращался из гимназии или с прогулки, мне было приятно, что я сейчас увижу Женяку, что мы что-нибудь будем с ним вместе читать, о чем-либо рассуждать, что-либо рассматривать. Большое удовлетворение мне доставляло и то, что я при этом мог давать волю своим педагогическим наклонностям, что я как бы могу воспитывать своего племянника, помогать ему стать художником. Вероятно, художественное поприще Женя выбрал бы и без моей помощи, просто в силу дарованного ему богом таланта, но в чем-то я все же, думается, ему помог. Постепенно, с годами, в наши беседы стал втягиваться и младший брат Жени, Коля. Мальчик совершенно исключительной доброты и усердия. Он больше всего был похож на своего деда, на моего отца. И как-то совершенно естественно вышло так, что именно он избрал деятельность Николая Леонча, архитектуру, в которой он выказал впоследствии и определенные дарования, и исключительную культурность. Эти ученики мои делают и продолжают делать мне, как их вдохновителю и первому руководителю, много чести. Но не только этими двумя членами семьи Лансере обогатилось русское искусство. Младшая из дочерей Кати Зина оказалась обладательницей совершенно исключительного дара. Однако ее я уже не имею права считать своей ученицей. Прибыв к нам в младенческом возрасте двух лет, она росла с сестрами как-то вдали от моего кабинета, где происходили наши собеседования и всякие наши затеи с Женей, с Колей и с моими друзьями. Росла Зина к тому же болезненным и довольно нелюдимым ребенком. В чем она напоминала отца и вовсе не напоминала матери, не братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. И все же несомненно, что Зина была взращена той атмосферой, которая вообще царила в нашем доме и настоящими творцами, которые были наши родители, ее дед и ее бабушка. Впрочем, отголоски того, что происходило или что назревало у дяди Шуры в кабинете и куда она изредка заглядывала, должны были доходить и до нее, будить ее любопытство. Во всяком случае, когда двадцать лет спустя описываемого времени Зинаида Серебрякова неожиданно для всех предстала уже готовой художницей, она оказалась одного с нами лагеря, одних направлений и вкуса, и ее причисление к группе «Мир искусства» произошло само собой. Нам же, художникам «Мира искусства», было лестно получить в свои ряды еще один и столь пленительный талант. Судьба Кати, и сначала-то не вполне благополучная, приняла к концу жизни драматический оттенок в силу всех почти стихийных обстоятельств, которые были вызваны войной и революцией. До этих дней она, окруженная детьми и внуками, не знала нужды, и если ее дом и отличался большей скромностью, нежели дома ее родственников, то это исключительно в силу как раз ее личного тяготения к какой-то тени. Но революция, застигшая ее во время ее пребывания в деревне, заставила ее покинуть нескучное. У Кати, как и у всех нас, не оказалось ни гроша, и она погибла бы, если бы не спасли ее дети и особенно не расстававшаяся с матерью и после своего замужества во время революции овдовевшая Зина Серебрякова. В 1920 году общими стараниями родственников удалось их обеих и малолетних детей Зины переправить обратно из Харькова в Петербург, а в Петербурге поселить в той самой квартире нашего прародительского дома, в котором Катя родилась и провела первые 24 года своей жизни. Здесь, на улице Глинки, она и кончила свой век. Глава 14 Брат Альбер Близкие люди называли Альберта Николаевича Бенуа по-французски Альбером. Старший из моих братьев родился за 18 лет до моего рождения, иначе говоря, он почти годился мне в отцы. И, однако, несмотря на такую разницу в годах, это не сказывалось на наших отношениях. Я так и не исполнился к нему чувством, похожим на сыновье почтения. Сложилось это так еще в моем раннем детстве, да так и осталось на всю жизнь. Альбер до самой гробовой доски оставался для меня тем самым Бертой или Бертушей или Альбертьюсом, каким я его когда-то осознал и полюбил. Надо при этом заметить, что этот удивительный человек сохранил и в 84 года абсолютную свежесть и юность души. В значительной степени это получалось от его органической, в сущности завидной неспособности проникать в сущность вещей и положений. Не будь такой частичной несознательности, состояние, в которое впал Альбер, когда лет семидесяти он лишился ног, потерял все свое имущество и вынужден был доживать свой век, пользуясь милостью зятя, человека не злого, но сумасбродного, состояние это могло бы ему казаться просто невыносимым. Однако и безногий, и жалкий, прикованный к месту, забытый как художник, копейки за душой не имевший, брат мой все эти беды принимал легко и нисколько не терял своей жизнерадостности. Он никогда не скорбел и не жаловался, и это не потому, что он умел скрывать свои чувства, а потому, что его натура была насквозь пропитана оптимизмом, и он так и не утратил чисто детской способности жить только данной минутой, ни над чем не задумываясь, не заглядывая вперед и даже не оглядываясь назад. Довольно безразлично он относился и ко всем тем неприятностям, которые в силу одного своего положения калеки он причинял другим. Его дочь Черепнина была настоящей мученицей. Ее муж Черепнин отчасти потому и относился к тестю с нескрываемой неприязнью, что страдал за жену, убивавшуюся в ухаживании за бессильным и беспомощным стариком. Альбер же эту жертву дочери едва ли оценивал по-должному и оставался таким же требовательным, по-детски требовательным, каким был, когда он был хозяином своего дома и главой семьи. Происходило это не от какой-либо сердечной черствости, а все по той же неспособности схватывать сущность вещей, отдавать себе в них отчет. Сразу надо прибавить, что Альбер был величайшим шармером, очарователем, чаровником. В этой природной пленительности надо искать как бы его жизненное назначение, весь смысл его пребывания на земле. Он как будто для того именно и явился на свет, чтобы пленять. Всю жизнь он всех и всячески пленял, притом он сам нуждался в том, чтобы эту свою сущность эманировать. Эманация эта ему не стоила ни малейших усилий. Он был в разных смыслах поразительно одаренным человеком, но главный из этих даров Альбера был именно способность нравиться, который, как известно, действует тем сильнее, чем меньше проявляется намерение, основанное на самовлюбленности. Будучи абсолютно эгоцентричной натурой, Альбер сам этого не сознавал и уже во всяком случае в этом не каялся. Вообще нельзя себе представить Альбера кающимся и раскаивающимся. Он без устали срывал цветы жизни и нередко при этом ломал хрупкие их стебли или топтал их, но ему самому казалось, что в каждом случае он поступает вполне правильно и он никогда не задумывался над тем дозволено ли то, что ему показалось соблазнительным. Он с упоением лакомился наиболее лакомом из того, что предоставляло жизнь и приступал к удовлетворению этой непоборимой потребности в лакомстве, не успев сообразить соответствует ли это каким-либо божеским или человеческим законам. И еще черта. Отведав того или иного запретного плода, он не сохранял ни малейшей памяти об этом проступке. Он был вообще индифферентен к прошлому. Стоило повернуть страницу, как он уже забывал то, что на ней стояло. Я, впрочем, имею в виду только живую книгу жизни. Ее он и читал с упоением. Напротив, он почти никогда не касался книг, сочиненных и напечатанных. Я не припомню Альбера читающим, если не считать утреннего беглого просмотра газет. Альбер был шармером, это была его основная черта, но не менее важной чертой его было то, что он был в самом своем существе импровизатором. Впрочем, одно находилось в связи с другим. В импровизационном начале едва ли не сказывалась кровная связь Альбера с Италией и с Венецией. Ведь уже прадед наш Катарину Кавос собирал в Скуола де Сан-Марко избранную и просвещенную публику, приходившую наслаждаться его мгновенно возникавшими и чудесно сплетавшимися музыкальными импровизациями. Этот дар прадеда, перескочив через два поколения, достался затем двум правнукам Альберу в большей степени и в меньшей степени мне. Как раз именно потому, что я обладаю тем же даром, но обладаю им в меньшей степени, я могу судить, а начал я судить об этом чуть ли не с пеленок, о высоком качестве альберовской импровизации. К сожалению, этот дар нынче вообще не ценится. Самый близкий к Альберу человек, его жена, будучи превосходной музыкантшей, питая какой-то трепетный культ к настоящей, к серьезной музыке, занятая музыкой профессиональным образом, относилась без малейшего уважения и даже с некоторой иронией к музыке, рождавшейся из-под пальцев мужа. Между тем, одна манера играть Альбера на рояле или на скрипке, его неподражаемое туше, его своеобразная, но по-своему блестящая техника, все было чудесным. Когда она Альбера накатывала, когда Аполлон удостаивал не столько призвать его на серьезное творчество, а как бы полушутя поманить его к инструменту, он весь преображался, являя все признаки такой охваченности. В такие минуты в годы своей юности он становился поразительно красив. Его аристократически длинные и сильные пальцы такие пальцы любил изображать Себастьяно Дель Пьомбо приобретали беглость, а музыкальная мысль мелодии, гармонические соединения и модуляции возникали в безупречной связанности, обогащаясь все новыми и новыми находками. Звуки у Альбера лились непрерывным потоком, точно это все давным-давно было сочинено и крепко заучено. В то же время музыкальные эти фантазии были только какой-то фатамарганой, способные очаровывать в ту минуту, когда она возникала. На самом же деле эта музыка была лишена подлинной прочности и внутреннего смысла. Замечательно, что уже через минуту после того, как это волшебство кончалось, сам Альбер не мог вспомнить то, во что он сам только что с упоением вслушивался. Обладая некоторыми теоретическими познаниями, он мог бы вполне записывать свои импровизации, однако он пренебрегал этим, ему было достаточно того, что он и себя, и других потешил. Нередко Альбер прибегал к музыке и в качестве тайного любовного языка. Надо было видеть, как та или иная девушка или дама замирала, стоя у рояля, как все ее существо начинало трепетать перед обольщением этих пламенных любовных деклараций. Ни одну Евину дочку Альбер соблазнил именно тем, что он вкладывал в свои эти музыкальные объяснения в любви. Нередко такие сцены обольщения происходили среди какой-либо самой, что ни на есть, светской гостиной, наполненной людьми, на глазах у матерей и у мужей мимолетных жертв. И однако объяснение Альбера было понятно только той, к которой оно обращалось. Здесь будет уместно сказать, что эти же импровизации Альбера сыграли немалую роль в истории моей балетомании. В сущности, все с них и началось. С осени 1882 года Альбер поселился в нашем прародительском доме, в квартире, находившейся как раз над нашей. И вот с тех пор я сделался постоянным слушателем его игры. Из своей красной комнаты, благодаря каминной трубе, я отчетливо слышал, как гаммы и экзерсисы Маши, как вокализы и арии ее сестры сони, готовившейся стать оперной певицей, так и сменявшую эти скучные вещи игру Альбера. Гаммы, экзерсисы и вокализы скорее раздражали меня, отвлекая от занятий. Напротив, стоило мне услышать бодрые, звучные, вкусные, заманчивые аккорды Альбера, как я, не будучи в состоянии противостоять их призыву, уже летел наверх. Вмиг оказывался я в Альберовском зале и уже начинал производить руками, ногами, всем телом, всеми чертами лица то самое, что мне повелевала музыка брата. Я действовал, я творил, я находился в трансе, я был одновременно и балетмейстером, и танцовщиком, и целой балетной труппой. Мои маленькие племянницы вторили как могли моим танцам и мимическим сценам, а старшая из них очаровательная Машенька та и улавливала то, что я на ходу ей предписывал делать, и послушно исполняла это. Нередко присоединялся к нам брат Марии Карловны, ставший моим закадычным другом Володя, и маленький Петя, и тогда уже можно было наладить целое действо, в котором эпизоды возникали, развивались и сменялись с удивительной быстротой. Все по прихоти нашего общего вдохновителя, которого, впрочем, и мы подстрекали своим все растущим энтузиазмом. Нередко эти импровизированные балеты, длившиеся минут двадцать, принимали драматический уклон. Не обходилось без убийств, дуэлей, похищений, проклятий. Главному действующему лицу грозили ужаснейшие беды. В нужный момент все актеры оказывались поверженными на паркете, что выражало ужас перед близящейся катастрофой. Но и лежа бездыханными мы знали, что все кончится ликованием и радостью. После самых грозных и гнетущих аккордов музыка вдруг снова как-то озарится и все завершится каким-то неистовым галопом или бешеной тарантеллой. Но сколько бы после того финала мы не просили Альбера продолжать, он все же мило улыбаясь захлопывал крышку Шредера и нашему балетному экстазу наступал решительный конец. Впрочем, лично я, более чутко воспринимавший ход музыкальных импровизаций брата, в этих случаях не настаивал на продолжение. Что было кончено, то было кончено, и всякое продолжение было бы бессмыслицей. Из некоторых, чаще других, возвращавшихся мотивов Альбера, получилось, наконец, своего рода сюита. Это облегчало мою балетмейстерскую задачу. Там, где среди всего произвольного и только что рожденного появлялись уже знакомые номера в их установленном порядке, там я лучше знал, что делать и мог заботиться о совершенствовании моей постановки. Еще более облегчало мою задачу участие Володи, который был всего на три года старше меня, но беспрекословно подчинялся моим указаниям. Он к тому же был таким же энтузиастом танца, как и я. При этом он владел и кое-какими, им же самим выработанными и высмотренными в настоящем балете хореографическими приемами. Он даже мог свободно ходить на носках, задирать ноги выше головы, становиться на арабеск. С Володей у нас выходили настоящие по всем правилам ПДД, причем балериной был он, а я поддерживал. Когда же Володя, наоборот, становился первым танцором, то он, обладавший необычайной для своих лет силой, подымал меня и носил по всей зале, что доставляло мне огромное удовольствие, вероятно, то самое, что испытывают заправские танцовщицы в подобных случаях. Однажды на каком-то званом вечере Володя даже выступил в образе настоящей балерины. В те времена это был хорошенький розовый мальчик, ему было лет четырнадцать, и ему так пошел традиционный костюм с газовой юбкой и стряко телесного цвета на ногах, свинком роз в светлых волосах, которым был пришпилен Шиньон. Он так виртуозно подражал Вазэм или Соколовой, он был до того гибок и делал такие воздушные антроша, а в конце номера Боэдерки он до того головокружительно пронесся вертушкой два раза по зале, что многие гости поверили, что перед ними настоящая танцовщица, и сконфуженный Володя подвергся даже ухаживанием со стороны наиболее воспламенившихся поклонников. Эти импровизационные танцы под музыку Альбера продолжались, смешно сказать, до самых моих студенческих лет. Начавшаяся пробиваться борода была еще не так заметна, и наспех надетые всякие тряпки и повязки дополняли иллюзию, что я Жукова, что я Никитина, что я сама Цукки. В то же время я вовсе не считаю эти свои танцевальные упражнения за одно ребяческое баловство. Под задориваемой музыкой я чувствовал, что творю что-то совсем невздорное. Мне даже казалось, что я готовлюсь к чему-то весьма значительному. Когда же, через много лет после того, я на настоящей сцене, на той самой сцене, на которой порхали действительные, настоящие балетные звезды, приступил к постановке своего павильона Армиды, то я как бы продолжил когда-то начатое и лишь временно прерванное дело, мое дело. Я вернулся в тот с детства знакомый мир, музыкально выливающегося в танцах вдохновения, в который меня ввели импровизации моего брата. Импровизационный дар Альбера оказал услуги и в его художественной карьере. В 1883 году акварели Альбера через посредство нашего свойственника, английского воспитателя царских детей мистера Чарльза Хиса, который сам очень ловко и талантливо акварелировал. были показаны государю и до того понравились его величеству и императрице, что Альбер был приглашен принять участие в ближайшей царской экскурсии по финляндским шхерам, что являлось из года в год летним развлечением императорской фамилии. Боже мой, сколько волнений было пережито по этому поводу, с каким тщанием точно невесту к венцу снаряжали Альбера, когда ему выдалась честь в первый раз явиться перед государевой очи в Александрии. В те времена и хотя бы среди палящего солнечного дня надлежало являться ко двору во фраке. Как ожидалось нами его возвращение, сколько было рассказов. Сошла аудиенция как нельзя более благополучно. Императрица Мария Федоровна очаровала Альбера своим ласковым приемом, государь живо заинтересовался каждой подробностью в тех пейзажах, которые Альбер им повез показать. Во время же последовавшей затем морской поездки Альбер не только изумлял всех своим блестящим мастерством в передаче на бумаге самых мгновенных эффектов освещения, особенно ему удавались закаты, но и тем еще, что он с беспредельной точностью воспроизводил конструкцию каждого из судов той миниатюрной эскадры, которая сопровождала царскую чету. Надо сознаться, что в чисто художественном отношении эти шхерные акварели Альбера скорее страдали как раз от обилия таких технических деталей, зато они привлекали к нему сердца моряков, среди которых он вскоре приобрел бесчисленных друзей и поклонников. Вот в первую же такую поездку по шхерам Александр Третий и Мария Федоровна оценили и музыкальный талант Альбера. И уже с тех пор не обходилось ни одной царской поездки без того, чтобы Альбер не сопровождал императорскую чету, не проводил целые дни на плавучей царской резиденции царевне, где в атмосфере полной непринужденности он и обедал, а после обеда услаждал общество своей игрой. Когда Альбер был в ударе, то ему удавались и комические тут же импровизированные номера. Так Александр Третий вообще охотник до шуток, а за ним все приближенные смеялись до слез, когда мой брат в одном своем лице представлял типичную итальянскую оперу, выставляя в карикатурном виде и нелепость сюжета, и те трафаретные приемы, которыми композиторы пользовались для изображения встречи трагических любовников или для сбора заговорщиков, или для бегства на месте спасающихся от преследований со вторжением в самый патетический момент балета и тому подобное. Не он один в те времена глумился над итальянщиной. Это издевательство выразилось в знаменитой вампуке. Пародийный спектакль вампука «Невеста африканская» во всех отношениях образцовая опера был поставлен значительно позже, в 1909 году в Петербургском театре «Кривое зеркало». Название вампука происходит от одной из арии, где поется «Вампук, вампук, цветов подносим». С тех пор это словцо стало ходячим для обозначения ходульных оперных штампов. Но пародии Альбера отличались не одним только юмором, но и вкусом. Особенно они пленяли тем исключительным брио, блеском, живостью, с которым все это тут же созидалось. Шутки могут быть прекрасны, когда они заранее продуманы, отшлифованы и затверждены. Ведь все еще хороши пьесы Мульера, но они действуют еще более неотразимым образом, когда они тут же внезапно возникают, когда они являются прелестной неожиданностью даже для самого автора. Эти поездки по шхерам повторялись ежегодно, и Альбер, кажется, не пропустил ни одной. Однако и кроме того, ему удавалось нередко по разным поводам видеть и царя, и царицу, и неоднократно он получал приглашение посещать их в интимной обстановке то в Аничковом дворце, то в Гатчине, то в Петергофе. Импровизаторский дар Альбера вдохновение всего выражался на рояле. Но сплошной импровизацией была и вся его художественная деятельность. Импровизациями были в сущности и бесчисленные любовные похождения нашего семейного Казановы. Правда, в жизни Альбера было и несколько серьезных увлечений. И три раза таковые кончались браком. Но в перемешку с этими главными романами сколько было еще мелких, мимолетных, случайных, в полном смысле импровизированных. Надо при этом сказать, что он совершенно не интересовался ни тем разрядом любовных похождений, которые носят названия романы со служанками, ни теми представительницами прекрасного пола, которые являются жрицами Венеры. По своему художественному воспитанию Альбер был архитектором. И не случись так, что его работа над конкурсным проектом, сулившая ему почти наверняка золотую медаль и связанную с ней посылку за границу, совпала с самым пламенным периодом его увлечения Марией Кинт, ставшей затем его первой женой, он, вероятно, получил бы и медали, и поездку, а это предопределило бы и всю дальнейшую его карьеру. Но вот Роман помешал Альберу представить проект в законченном виде, медали он не получил, и хотя по окончании академии он и занимался строительством, однако занимался он им как-то, между прочим, нехотя, тогда как его тянуло к чему-то иному, более соответствующему его натуре. Из Альбера несомненно мог бы выйти не менее блестящий мастер архитектуры, нежели те, какими были наш отец и брат Леонтий. Несколько построенных им особняков и вилл служат тому свидетельством. Однако архитектура искусство, требующее усидчивости, расчетов, возни с цифрами, а также руководство целыми полчищами рабочих и подрядчиков. Все это давалось без труда Альберу, однако это ему не нравилось, и натура его требовала большей свободы. Он годами находился на службе в одном из главных наших страховых обществ. В дальнейшем же он принял должность старшего хранителя музея Александра Третьего и состоял действительным членом Академии художеств, заведуя в то же время всеми художественно-ремесленными училищами России, подчиненными Министерству финансов. Но все эти посты и занятия отнимали у Альбера сравнительно мало времени, тогда как главным образом оно было заполнено живописным творчеством, почти исключительно акварельными работами с натуры. В этой области, столь подходившей ко всему его вечно спешащему и быстрому темпераменту и к чему-то легковесному, что было в нем, он в несколько лет достиг положения не знавшего себе соперников в России. В 80-х и 90-х годах Альбер Бенуа стал одним из любимейших русских художников. Его акварели раскупались на расхват. Он был награжден званием академика. Ему был поручен акварельный класс в академии. Члены общества акварелистов избрали его своим председателем. И, наконец, акварель, как я уже сказал, открыла ему доступ ко двору, точнее, к особом государе и государине. Альбер был членом-учредителем общества русских акварелистов, основанного в 1880 году. То же, что общество акварелистов и императорское акварельное общество. сезон пятниц акварелистов в здании Академии художеств открывался в октябре и кончался в начале апреля. На эти собрания допускались посторонние лица, а сами собрания носили характер литературно-музыкальных и художественных вечеров. Ежегодные выставки до 1917 года устраивались в обществе поощрения художеств, в Академии художеств 1896-1900 в здание Петербургского пассажа. В правление общества входили Альбер Бенуа, Бенкендорф и Егорнов, а почетными членами были избраны Сапко, Маковский, Тенишева и Александр Бенуа. Альберу акварельные выставки обязаны тем, что они стали одним из самых выдающихся событий петербургского сезона. И ему же тем, что эти выставки ежегодно удостаивались посещения как императорской четы, так и большинства членов императорской фамилии. Через Альбера наша семья лучше знакомилась с жизнью при дворе и не столько с тамошними сплетнями и интригами, к ним Альбер никогда не чувствовал ни малейшей склонности, сколько с духом и с настроениями, которые царили в непосредственном окружении Александра Третьего. И нужно признать, что эта придворная жизнь, имевшая столь мало общего с традиционным представлением о всяком дворе, представлялась с ним, как нечто весьма привлекательное в своей простоте. Живописные способности Альбера проявились еще тогда, когда он готовился быть архитектором. Самое исполнение программ обязывало к преодолению специфических трудностей акварельной техники. Недаром и брат Леонтий был превосходным акварелистом. На счастье Альбера в те времена жил и работал в России один из самых изумительных мастеров акварельной техники миланец Луиджи Прэмацци 1814-1891. Лучшего учителя Альбер не мог бы отыскать себе и на Западе. Теперь акварели этого миланца должны казаться старомодными. Чрезвычайная выписанность деталей, особенно архитектурных, и известные формулы, унаследованные им еще от миллиары и корроди, придают его произведениям некоторую сухость. Но как все это сделано? Сколько во всем этом глубокого знания, какое богатство накопленного опыта? Особенно виртуозно исполнены интерьеры Прэмацци. Русские родовые и финансовые аристократы требовали наперерыв, чтобы он увековечил их роскошные хоромы во всех подробностях. Однако и пейзажи Прэмацци, и то, как он передавал солнечность, синеву небес, скалы, море, каменные и деревянные постройки, свидетельствуют об его талантливости и об его исключительных знаниях. Вот с этими знаниями, со всеми секретами, со всей кухней акварели, Прэмацци и успел поделиться со своим лучшим учеником, с Альбером Бенуа. Но ученик, преодолев трудности учения, все же почти сразу отошел от заветов учителя, дав свободу своему темпераменту. И с каким же упоением работал Альбер. Не проходило дня, весной, летом, осенью, чтобы он не делал по этюду или даже по нескольку в день. И чем эти этюды были свободнее и проще, тем они были прекраснее. При этом твердые знания, приобретенные от Прэмацци, помогли Альберу справляться и с труднейшими задачами. Наслаждением было глядеть, как у него сразу на бумаге намечался пленивший его эффект. С какой быстротой вырисовывались предметы, как ловко, где нужно он пользовался не успевшим еще высохнуть местом, а где нужно работал по-сухому. Все становилось на свои места и расцвечивалось красками. И это с такой быстротой, что в полчаса, в час, самое большее, главное было готово, намечено. И Альбер уже складывал свои орудия труда и летел дальше в поисках другого мотива. При этом расположение к быстрому схватыванию Альберу особенно удавались скоро меняющиеся эффекты. Бывало, он приедет усталый на дачу из города со службы или с какой-либо постройки и едва успеет утолить голод, как уже его тянет изобразить то, что творится в небе или отражается в водах Финского залива. И многие из этих прославленных закатов Альбера Бенуа, созданные в каком-то припадке восторга, были действительно настоящими перлами. К сожалению, явившийся успех несколько повредил художественной стороне альберовского творчества. Альбер до конца жизни оставался в полном смысле слова мастером, но уже к концу первого периода его творчества начал намечаться в его работе некоторый поворот от свежести и непосредственности к излишней законченности, а то и к вымученности. Если бы в те дни петербургский художественный мир был лучше знаком с тем, что творилось на Западе, если бы художественный вкус был развит настолько, чтобы оценить по-должному то, что в творчестве Альбера означало подлинное завоевание, если бы Альбер при своем положении вождя в данной области сам лучше отдавал бы себе отчет в том, что он из себя представляет и куда следовало бы ему стремиться, то при его изумительном даровании история русского пейзажа обогатилась бы совершенно первоклассным мастером. Но вкус нашего общества в лучшем случае не шел дальше поклонения Айвазовскому или Орловскому, а самому Альберу в его органической беспечности было просто не до того, чтобы остановиться на каких-либо эстетических проблемах. Пока он творил непритязательно, ободряемый похвалами родных и товарищей, он оставался очаровательным виртуозом, не дававшим себе отчета в своей виртуозности. Гвардия самый яркий и блестящий пример подобного же явления. Но когда Альбера стали оценивать широкие массы русской публики, и он стал вкушать отраву исключительного успеха, когда, идя навстречу этой все растущей славе, он стал себя усовершенствовать, стал искать большую законченность, то и случилось, что лучшие природные качества его начали постепенно стушевываться, бившая в нем живая струя стала иссякать. Странным делом еще раз блеснул подлинный альберовский дар в тех акварелях, которые он создал, участвуя в 1922 году в ученой экспедиции в Мурманск, но с момента его поселения во Франции в 1924 году, куда его выписала его старшая дочь, начался упадок. Несколько отличных акварелей он создал и в этот последний период, но они были исключениями. В своем роде даже удивительными исключениями, если принять в соображение, что это произведение глубокого старика, у которого отнялись ноги, которого выводили под руки в природу, и который в течение зимних месяцев вообще не покидал своей комнаты. Печальная судьба, постигшая на старости лет моих сестер, не миновала и моих братьев, и едва ли не самое печальное досталось именно на долю Альбера. До самого своего отбытия за границу он все еще жил в своей квартире, в своем собственном доме, окруженный портретами предков, доставшимися ему по наследству, среди шкафов, ломившихся от тех его работ, которые у него накопились за его долгую жизнь. И вот все это он бросил на произвол судьбы, покинув родину буквально ни с чем, кроме кое-какого гардероба. Многочисленные произведения Альбера Бенуа хранятся ныне в музеях СССР. В это время у него были иллюзии, что он за границей сможет еще завоевать себе то почетное место, которое даже в годы революционной разрухи он не вполне утратил на родине. Но эти иллюзии вскоре исчезли. Устроенная им выставка у Жоржа Пти в том же помещении, в котором он когда-то с блеском выставлял, прошла незамеченной. А на какое-либо меценатство среди эмиграции нечего было и рассчитывать. И вот создалось положение, которое даже беспечному, ребячески несознательному Альберу постепенно стало мучительным. При стесненных обстоятельствах, общих почти всему эмигрантскому миру, его мучило, что он живет в тягость своей обожаемой дочери и ее мужу. По-прежнему этот прикованный к креслу старик очаровывал всех тех, кто попадал в его орбиту. Мало того, у этого древнего Казановы по-прежнему находились поклонницы. По-прежнему при встречах с ними глаза Альбера зажигались резвым огоньком. Все так же восторженно он целовал им руки и с бурной радостью встречал друзей, причем друзьями он величал людей, которых даже и по имени иногда не знал. однако все это прикрывало грустную драму, драму унизительной беспомощности. Если что и тут пригодилось Альберу из всех его природных качеств, так это его неугасаемая жизнерадостность, а так же все то же блестящее легкомыслие его импровизаторской натуры. Альбер был на редкость хлебосольным хозяином, и в этом с ним вполне сходилась его первая жена. Гости у них буквально не переводились, а летом не только завтракали и обедали, но зачастую и ночевали. Бывало, что останется после какого-нибудь праздника, например, после именин Марии Карловны 22 июля, человек десять, и тогда они располагались кто как мог, одни на диванах, другие на тюфяках, разложенных на полу третье, в сарае насиновали. Эти импровизированные ночевки доставляли большие хлопоты прислуги, но у Альбера прислуги было немало, и она не роптала, так как ночевки сопровождались щедрыми на чаями. И какие же тогда бывали весьма забавные коррективные авантюры. Сколько тут получалось комических недоразумений, сколько неожиданных сближений, сколько смеха, сколько остроумных шалостей. Не менее многолюдными и веселыми бывали обеды, музыкальные вечеринки и балы у Альбера и Маши в городской их квартире. Особенно памятным остался маскарад, устроенный ими в 1883 году, когда их зала во время недолгого перерыва в танцах была внезапно превращена в ярмарку с лавками, стрельяжами, с гирляндами зажженных фонариков. Альбер был вообще великий мастер на организацию всякого рода вздора и сам более всего при этом веселился. Именно в течение этих празднеств он мог с особенным успехом предаваться своему любимому занятию флирту. Великим мастером он был также на устройство летних пикников, сопровождавшихся фейерверками, спуском воздушного шара, ресталищами на ослах или на деревенских клячах и так далее. Не мудрено, что при баснословном количестве бывавших у Альбера и Маши гостей при постоянной смене одних групп другими Альбер не слишком разбирался в том, кто такие эти его новые друзья. Тем не менее, представляя их, он неизменно повторял фразу «Позвольте вас познакомить с моим лучшим другом». Бывало, не успеет он от такого лучшего друга отойти, как уже шепчет мне на ухо, если б я только знал его имя. Можно себе вообразить, как должен был страдать этот человек, когда он оказался на положении нахлебника своего зятя и не только не мог принимать друзей подобающим образом, но принужден был есть горький хлеб из рук человека его недолюбливавшего. Кончился угас Альбер в небольшом пансионе для больных под Парижем в местечке, носящем поэтичное название «Ограда из роз». Из окон его комнаты был виден типичный пейзаж Ильды Франца, лишь изредка изуродованный прогрессом. Это был, вероятно, почти такой же пейзаж, в котором жили и умирали наши прадеды. Стояли весенние дни, природа только что стала распускаться, но уже Альбер, который всего лишь несколько недель до того с наслаждением рисовал и акварелировал, глядел на всю эту красоту с тускнеющим взором приговоренного. Особенно драматично показалось мне то, что когда по моей просьбе он попробовал записать ноты одной из своих очаровательных песенок, носившей у него название «Мельницы», он после мучительных усилий так и не смог, кроме самого начала затейливой мелодии, ее вспомнить. Через два дня после того он уже лежал в гробу. Так кончилась жизнь этого принца жизни, этого любимца петербургского общества, этого баловня счастья, моего милого, радость сеявшего и никогда не унывавшего Альбертюса. Глава пятнадцатая Брат Леонтий Настоящее имя моего второго брата было Людовик, но так как это имя казалось слишком необычайным для русских людей, Лудвик звучало слишком по-немецки, а Луи звучало как-то претенциозно, то наш Людовик был превращен в Леонтия, по примеру того переименования, которому уже подвергся, вступив на русскую почву наш дед. В детстве Леонтия звали Лулу или Люля, а в последующие времена взял верх прозвище Левушка. В раннем детстве я помню как Бертушку, так и Лулу уже взрослыми людьми. Помню последнего, когда на щеках стал пробиваться курчавый пушок, а затем очень скоро он оброс настоящий густой всегда по моде остриженной бородой. Ростом он был ниже Альбера, а склонность к полноте доставила ему еще одно прозвище Гро-Гро от французского слова толстый притолстый. Нрава он был спокойного, рассудительного, отнюдь небуйного и мятежного, но темперамент у него все же был пылкий, что особенно наглядно выражалось в его восторгах от итальянской оперы. Я живо помню, что на столах и на комодах в общей спальне Альбера и Леонтия стояли полчища фотографии итальянских певцов и певиц, а часто произносимые им им имена мне были хорошо знакомы Марио, Вольпини, Тамберлик, Лука, Богаджола и другие. А Патти же говорилось как о каком-то сверхъестественном и прям-таки божественном явлении. Тогда как к Нильсон Леонтия если и относился с уважением, то все же без увлечения. Ему казалось, что школа ее не так хороша, как у подлинных итальянцев. Вообще же, то и дело слышались его рассуждения насчет подачи звука, манере петь французской, немецкой и итальянской, о том, что надо петь грудью, а не горлом и тому подобное. Я постепенно выучился этой специальной терминологии и в подражании старшим не прочь был пощеголять ею. На самом деле ничего в ней не смысля. Основной чертой Левушки было благодушие. Он был в полной мере славным малым. Это значит, что он не только был добряком, честным и хорошим человеком, но что и производил он впечатление на всех такого славного человека и тем самым сразу располагал к себе. И в нем был большой шарм, но совершенно иного характера, нежели шарм Альбера. При этом в Леонтии не было и тени лицемерия, двуличия, коварства. Он мог быть грубоватым, а подчас и несправедливым, он легко вспыхивал, но любое проявление чувства у него неизменно шло от сердца, и он так же быстро отходил, как сердился. При этом Леонтием в жизни управляли настоящие принципы. Не очень, быть может, обоснованные теоретически, но все же неукоснительно прочные. Говорят, он в раннем детстве всегда заступался за обижаемых, он как-то органически не переносил, чтобы при нем совершалась какая-то несправедливость, он ненавидел ложь во всех ее проявлениях, и на всю жизнь сохранил способность возмущаться как разными событиями мира, так особенно некоторыми специфическими безобразиями русской жизни, или бессмысленными мерами, принимаемыми правительством. Возмущало его в особеннейшей степени все то, в чем он усматривал безвкусие. Особенно же он негодовал на немцев, будь то в политике или в художестве. Объясняется это отчасти тем, что ему было уже 14 лет, когда грянула франко-прусская война 1870 года, и в оценке ее он, типичный француз, всецело стал на сторону французов против немцев. Когда я подрос и стал несколько сам разбираться в том, что слышу вокруг, то частенько я удостоверялся, что Левушка слишком охотно верит слухам, что он не слишком задумывается над разными вопросами жизни, словом, что вся его манера быть отличается некоторой простоватостью. Но и в тех случаях, когда я не был в состоянии с ним соглашаться, я всегда любовался теми хорошими чувствами, которые руководили его возмущением и приговорами. Трое из нас, братьев, унаследовали от отца художественное дарование и любовь к искусству. Альбер, Леонтий и я. Но едва ли не самый даровитый из нас был именно Леонтий, который, однако, в качестве чистого художника менее всех из нас выдвинулся. Дело в том, что Леонтию при всей одаренности недоставало способности задаваться темами и выявлять в образах мысли и настроения. Альбер был большим виртуозом техники, но все же ловкость руки не была основы в его творчестве, и развивалась его виртуозность как-то попутно, на непрестанной практике и на восхищении от природы. У Леонтия же ловкость руки была чем-то родовым и основным, какой-то чертой его характера. Он не был в состоянии провести линию или нарисовать малейший завиток, не обнаружив эту виртуозность. Когда он доводил рисунок до законченности, то всегда получалось нечто блестящее, аппетитное, вкусное и искрящиеся. Мне кажется, что именно эта природная виртуозность и предопределила художественное развитие Левушки и наметила то место, которое ему суждено было занять в русском искусстве и именно в архитектуре. Самый факт, что этот виртуоз рисунка и кисти акварельной избрал своим поприщем зодчество, находится в некоторой зависимости от этой его черты. При изготовлении проектов он мог ею щеголять как во вкусном вычерчивании деталей, так и в аппетитной завивке водяными красками, тушью или сепией. Его чертежами можно было любоваться как картинами, и это тем более, что он, по примеру, папы, их населял сотнями человеческих фигурок самого разнообразного характера, причем ему, великому любителю скачек и бегов, особенно удавались лошади. Иногда Левушка работал и не в качестве архитектора, а в качестве как бы случайного живописца, и такие вещи в момент их возникновения приводили меня в восторг. Они пленяют меня и теперь, как пленяют некоторые произведения Изабе, Калама, Жюли Депре или Гильдербранда. Но такие неархитектурные произведения — редкость в обширном творении моего брата, и самые значительные из них были созданы в начале его карьеры в 1877 году, когда он гостил в Курской губернии у наших свойственников Берр, и мог вдоволь насладиться как сочной растительностью Украины, так и лошадьми и собаками, которых Беры держали для охоты. В этой украинской серии имеются и пейзажи, и этюды животных, и интерьеры. Все это сделано с исключительным, подкупающим, почти даже чрезмерным мастерством. Однако в них же удивляет отсутствие всяких красочных задач. Большинство этих очень разработанных этюдов сепии или рисунки пером лишь слегка и условно подкрашенные. Как архитектор-строитель Леонтий подавал блестящие надежды, и началась его карьера с исключительного триумфа. Он окончил курс Академии художеств за год до положенного срока, получив большую золотую медаль не в очередь. Такой же академический триумф выдался полвека до того нашему отцу. Вообще же это редчайшие случаи в жизни Академии. Однако правом на заграничное путешествие, сопряженное с получением медали, Леонтий не воспользовался, так как предпочел, не откладывая жениться на той девушке, которую он полюбил. Влюбленность эта к тому же была обоюдная. Та, которая затем стала верной спутницей Левушки на всю жизнь, принадлежала к очень богатой купеческой семье. Однако весь их роман случился как раз в тот год, когда состояние Сапожниковых было совершенно расшатанно. Во всяком случае, в домогательстве Леонтием руки Марии Александровны не играли роли какие-либо корыстные побуждения. Считалось даже, если он и не вступал в неравный брак, то, по крайней мере, делал невыгодную партию. Но в дальнейшем этот брак повлек за собой и необычайное благосостояние. После нескольких лет дела Сапожниковых колоссальные рыбные промыслы в Астрахани и по Волге поправились, а так как к тому времени и личные доходы Леонтия как архитектора повысились, то он и Маша стали в полном смысле богатыми людьми. Через год после свадьбы и после рождения старшей дочери молодые отправились в путешествие по Италии. Оттуда посыпались восторженные письма, писанные типичным для Леонтия очень уверенным и каллиграфическим и все же неразборчивым почерком и усеянные рисунками. Однако вернулись молодожены уже через полтора месяца. Путешествия не были в характере ни того, ни другого из них. Левушка привез с собой целый сундук фотографий, разглядывания и изучения коих стало с тех пор моим главным развлечением, когда я бывал у него в гостях. Первое публичное выступление Леонтия связано с цареубийством 1 марта 1881 года. Городская дума поручила ему построить на месте гибели Александра Второго временную деревянную часовенку, которая при всей своей незатейливости обладала какой-то особой грацией, что и вызвало общее одобрение. Через год Леонтий принял участие в конкурсе на сооружение того храма, который должен был быть воздвигнут на месте убиения государя. В открытом конкурсе на проект храма Воскресения Христова на крови, то есть на месте смертельного ранения Александра Второго, 1 марта 1881 года на Екатериненском канале, ныне канал Грибоедова, приняли участие многие архитекторы Николай Бенуа, Рязанов, Шретер, Павлинов и другие. Первый тур конкурса не дал результатов. При повторном конкурсе, в котором принял участие и Леонтий Бенуа, было оговорено требование строить храм в чисто русском вкусе. Одобрение получил проект Парланда и Малышева. Строительство началось в 1883 году и завершилось в 1907 году. Проект он сочинил эффектный и красивый, едва ли не лучшее, что им было сочинено за всю жизнь, в котором он, из уважения к стилю Петербурга, пожелал вдохновиться произведениями Растрелли. Однако жюри присудило ему всего третью премию, тогда как первые две были даны архитектурным композициям, сочиненным в более национальном вкусе. Мания национализма все более и более начинала тогда давать себя чувствовать. Однако и проект Томишко, удостоенный первой премии на этом конкурсе, не был приведен в исполнение, так как к государю проник со своим проектом, пользуясь связями с духовенством и низшими служащими, архитектор Парланд и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение. Уже во время постройки храма на крови Академия художеств настояла на том, чтобы были исправлены слишком явные нелепости и недочеты проекта Парланда. Но, увы, и в этом исправленном, окончательном виде это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своему родствам, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа. Из дальнейшего архитектурного творчества Леонтия Бенуа следует выделить постройку двух банков на Невском, здание страхового общества на Морской улице, собор базилику в фабричном поселке Гусь, Мальцевские заводы, ныне город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Увы, из всех этих зданий я не мог бы назвать ни одного в качестве архитектурного образца или хотя бы просто как настоящую удачу. Леонтий для своего времени был передовым архитектором. Он не прочь был поискать новых путей, он старался освежить старые формы, заставить их лучше служить новым требованиям. Его планы остроумно сочинены, его детали отлично прорисованы, но всему, что он создал, недостает какого-то художественного обоснования. Все носит характер чего-то случайного, все лишено убедительной гармонии. И вот спрашивается, не вредила ли моему брату больше всего та же легкость и ловкость, нечто такое, что ему мешало вдуматься, что заставляло его довольствоваться первой попавшейся комбинацией форм, раз таковая казалась складной и эффектной. Не давал он и подсознательному началу выявить внутри созревшие решения, он сразу начинал устанавливать свою композицию. При этом, обладая и хорошей памятью, и значительной эрудицией, он завершал свой проект в фантастически короткий срок, тогда как у других художников-архитекторов только еще начинала созревать мысль. Зато все произведения Леонтия и носили отпечаток подобной скороспелости. А кроме того, Левушка попал в особенно скверное для зодчества время. Его воспитание было лишено уже тех строго классических основ, которые составляли самый фундамент воспитания архитекторов первой половины XIX века и которые еще действовали облагораживающим образом на архитектуру эпохи романтизма. Эпоха же более позднего архитектурного воспитания 60-е и 70-е годы отличалась беспринципным дилетантизмом, а подражание всевозможным стилям при очень поверхностном ознакомлении с каждым из них дошло до известного разврата. Это кидание из стороны в сторону из одного мира идей и форм в другой стало еще более путанным, когда вдруг ни с того ни с сего возникли требования создания во что бы то ни стало чего-то нового, когда на сознание архитекторов стали давить разнообразные теории, ставившие непременным условием подчинение требованиям конструктивности. Принципы соблазняли своей логикой, но сами по себе они не создавали солидной почвы, они витали где-то в воздухе, им недоставало того, что может дать только время и накопление традиций. Но была и еще одна причина, благодаря которой наш славный и милый и исключительно одаренный Левушка все же так и не сделался большим или хотя бы хорошим художником. Этой причиной был его слишком счастливый брак. Самый счастливый из всех мне знакомых браков, если не считать моего отца и меня самого. Для сложения художественной личности моего брата этот счастливый брак был, пожалуй, роковым. Мария Александровна была маленькой пухленькой женщиной с приветливой улыбкой, не сходившей с полных губ, с ласково хитроватым взглядом своих серых глаз. Она физически очень подходила к мужу, который тоже был невысокого роста и отличался известной полнотой. Оба представляли собой отлично подобранную пару. Но и в смысле темперамента в своем отношении к жизни Левушка и Маша вполне друг с другом гармонировали. Между ними за все 45 лет супружества не возникало даже тех мелких ссор или не более суток длящегося раздражения, которых не удается избежать и при самых образцовых подборах. И все же Мария Александровна Сапожникова принадлежала по своей породе, по своему воспитанию и образу жизни к совершенно иной людской категории, нежели та, которая была подлинно нашей, а следовательно категорией ее мужа. Ее среда была характерно купеческая, совершенно земная. Естественно, что она никак не чувствовала искусства и, мало того, совершенно в нем не разбиралась, не замечала его. Для нее, типичной дочери торгового мира, искусство было средством добывать деньги, достижения почета в обществе, средством сделать жизнь удобной для себя и завидной для других, но чтобы художественное творчество было каким-то духовным подвигом, чтобы можно было выражать посредством него устремления и мысли более возвышенного порядка, это было вне ее помыслов и желаний. Любопытно, что, воспитываясь вместе со своей сестрой Ольгой в Швейцарии, она близко сошлась с Марией Башкирцевой, которая была одних с ними лет и чуть ли не приходилось им сродни. Сохранились фотографии, на которых сестры Сапожниковы сняты вместе с автором знаменитого дневника. Широкая известность Башкирцевой 1860-1884 русской художницы, работавшей во Франции, ее произведение есть и в музеях СССР, основывалась главным образом на успехе ее дневника, написанного на французском и переведенного на основные европейские языки. Смотрите дневник Марии Башкирцевой Петроград, Москва, 1916 год. Но я сомневаюсь, что Мария Башкирцева действительно считала этих девушек за своих сердечных подруг. Упоминает она о них как-то вскользь и без какой-либо теплоты. При довольно остром уме, при вовсе не злом сердце, меня лично Машенька огорчала именно отсутствием всякого взлета. И особенно мне было как-то досадно за брата, которого я любил и уважал, и который, как мне казалось, именно благодаря ей все более и более погружался в житейскую прозаическую тину. Мне всегда было не по себе в их доме. В детские же годы, лет до тринадцати, меня даже трудно было туда затащить, а когда попадал, мне сразу становилось у них невыносимо скучно. Чем роскошнее были обеды, которыми они угощали, чем деликатнее вина, чем оживленнее беседы в их очень теплой, но мне абсолютно неинтересной компании, тем мне становилось тяжелее на душе. Позже именно в доме Левушки и Машеньки я научился быть в каком-то особенном смысле циничным. Я наедался вкуснейших и драгоценнейших вещей, запивая их винами из роскошного их погреба, но наевшись и напившись, я спешил поскорее убраться, что и удавалось без особенного труда, так как после обеда и гости и хозяева садились за карты и сразу же до такой степени бывали увлечены игрой, что ничего другого вокруг себя не замечали. Полюбуешься на картины, доставшиеся Леонтию из Ковозского и Сапожниковского наследства. Среди последнего красовалась и знаменитая Мадонна Бенуа, Леонардо де Винчи, проданная впоследствии в Эрмитаж. Полистаешь фотографии или какую-нибудь французскую книгу в роскошном издании, до чего Леонтий был большим охотником, а там под шумок разговоров и карточных споров удастся пробраться в переднюю и на лестницу. На их даче в Петергофе, в прелестном коттедже, построенном Леонтием на самом берегу моря, имелось и другое. Пойдешь в смежный с дачей царский парк, понюхаешь цветов, обильно рассаженных на клумбах, полюбуешься закатом над Финским заливом, поиграешь с собаками и с кошками, побеседуешь с попугаем, но и это все в специфической атмосфере дома брата теряло для меня свой соблазнительный характер. Я пробирался к калитке, а оттуда бежал на поезд или на пароход, чтобы скорее снова очутиться у себя, в нашей атмосфере, в атмосфере нашего дома и моих родителей. Нашу чуждость, классовую и расовую, я особенно ощутил в тот день, когда к нам впервые пожаловали для знакомства родители Марии Александровны, тогда только что ставшей невестой моего брата. Александр Александрович Сапожников, мне уже самая фамилия не нравилась, фи-сапожник, был необычайно ласковым человеком, с манерами английского аристократа. Раз в неделю он составлял партию виста с великим князем Николаем Николаевичем, и это ему давало ощущение, что он какой-то вельможа. В то же время у Александра Александровича было достаточно такта, чтобы не обнаруживать вследствие этого какой-то спеси. Меня поразил его необычайно маленький, почти карликовый рост, и при этом поседевшая прелестно надушенная борода, спускавшаяся до полгруди. Ногти у него были длиннейшие и тщательно выхоленные, а одет Сапожников был с иголочки. Он отлично говорил по-французски и по-английски, щеголяя даже тонкостью произношения, которое поражало наши уши, привыкшие к более простому разговору. И все же он оставался типичнейшим российским купцом, что, впрочем, не без некоторого кокетства, он сам и подчеркивал, употребляя иногда простонародные, бывшие еще в ходу у его родителей выражения, и называя непременно свою жену, женщину тогда вовсе не старую, своей старухой. Что ж касается до последней, то Нина Александровна Сапожникова была одной из тех сумасбродных русских баронь, которая без толку и без смысла сорила деньгами по всей Европе, польщенная, что ее в отелях и курортах величают принцесс. Нелепая во всем, она претендовала на очень высокий ранг в обществе, на нестареющую молодость и на неотразимую прельстительность. Как следствие того, за ней волочился целый хвост разных авантюристов, непрестанно куривших вокруг нее фимиам лести и клянчивших у нее всякие подачки. Этот ее специфический образ жизни и был причиной того, что Сапожниковы несколько раз оказывались на самом краю разорения и спасало их лишь то, что каждый раз на их дело накладывалась администрация. Держала себя Нина Александровна несколько надменно. А это я уже никак не мог выносить. А тем паче со стороны какой-то купчихи. Хотя бы она была миллионершей и щеголяла бриллиантами и жемчугами невиданной величины. Ей, между прочим, принадлежали два колоссальной величины, но, увы, желтой воды бриллианта, которые были выставлены в Париже на Всемирной выставке 1900 года, уже после ее смерти, ювелиром Бушерон в отдельной витрине. Нина Александровна, после смерти мужа в конце 80-х годов, получившая полную свободу, пошла так дурить, что ее от времени до времени приходилось брать под опеку. Окружив себя штатом фаворитов и приживалок, она металась из Парижа в Астрахань, из Петербурга в Ниццу, славя всюду за русскую богачку, проигрывая десятки тысяч рублей в Монте-Карло, заказывая себе, дочерям и внучкам бесчисленные платья у самых дорогих парижских портных. У своих родственников Арбрахтов она приобрела их имение под Ямбургом Котлы с великолепным барским домом и необъятным лесом. В Париже она купила на Шан-Элизе роскошно обставленный особняк одной из львиц второй империи маркизы Паивы. В Ницце она заново отделала свою роскошную виллу и расширила сады. В Астрахани в почтенном родовом доме она принялась все переиначивать на новый лад. Шан-Элизе Елисейские поля Если бы она прожила еще год или два, то состояние Сапожниковых пошло бы окончательно прахом. Но тут она и окончила свою бесшабашную и безвкусную жизнь, далеко еще не будучи дряхлой старухой. Года два ушли за тем на то, чтобы снова привести дела в порядок, расплатиться с долгами и ликвидировать все ненужное, в том числе и особняк Паивы, после чего обе семьи ее дочерей, Марии Бенуа и Ольги Мейснер, зажили в довольстве и спокойствии. В последние годы жизни Леонтий занимал должность ректора Академии художеств. Смутное время уже приближалось. Среди учащейся молодежи назревало поголовное фронтирование начальства, и постепенно оно перешло во всех слоях общества в открытое возмущение режимом. Но деятельность ректора Бенуа не подвергалась общей критике. Ученический состав не выносил ему порицаний. Его не собирались вывести на тачке. Уважение, которым Леонтий пользовался даже у молодежи, оставалось до конца непоколебимым. Уважали же ученики Академии своего профессора и ректора, и как безупречно хорошего человека, вне всякого вопроса о принадлежности его к какому-либо классу, и как толкового и внимательного руководителя. Он не был словоохотлив, он ненавидел пустое разглагольствование, у него была манера просто, спокойно делиться своими знаниями, не навязывая советов. Свою же критику он высказывал до того искренне и просто, что это не могло ни обидеть, ни озлобить. В чисто художественных вопросах он опять-таки искренне интересовался всякими поисками нового, предлагаемыми современными теоретиками, и если не давал особенно убедительных ответов на эти вопросы, то умел в других возбудить к ним внимание. Наконец, покоряющая продолжала действовать и вся талантливость его натуры. Все та же изумительная легкость карандаша, та же аппетитная сноровка заливать акварелью и тушью. Ныне характерные для него приемы могли бы показаться устарелыми, но кому давалось видеть самое применение этих приемов, получали огромное удовольствие с примесью большого уважения к подобному мастерству. Даже после революции Леонтий, бывший любимец великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны, бывший архитектор высочайшего двора, продолжал профессорствовать, хотя уже ректором он не состоял, да и самая эта должность как будто была упразднена. Популярность же Леонтия в академической среде получила особенно внушительное выражение в момент его кончины в 1928 году. Его тело было выставлено в круглом конференц-зале, в котором он когда-то был чествуем как самый талантливый из учеников. У гроба его дежурили академисты, а до кладбища его провожала тысячная толпа. В профессорской деятельности Леонтия и во время революции все оставалось по-старому. Затем начались болезни и более тяжелые горести. Дважды за последние десять лет ему пришлось подвергаться операции, и это отозвалось на всем его мироощущении. Он как-то паник, завял, утратил в значительной степени свою жизнеспособность. Но, разумеется, всего трагичнее было то, что трое из его детей покинули Петербург и Россию. Одна из его дочерей Надежда ныне известна в Англии как художница. Надя Бенуа, сохранившая для выставок свою девичью фамилию, хотя ее настоящая фамилия по мужу Устинова. Переселилась она за границу не вследствие нужды, голода и опасности для жизни, а потому, что вышла замуж по любви за одного молодого человека, приехавшего в Россию в поисках своей матери. Единственный сын их, Питер Устинов, ныне приобрел мировую славу как автор необычайно остроумных комедий и как первоклассный актер. Что касается духовного облика Леонтия, за эти последние неблагополучные годы, то он представлял собой нечто удивительно просветленное. Одно за другим разваливалось и стиралось с земли то, что он почитал, чему служил, что любил. Однако ко всем этим катастрофам он относился со стоическим спокойствием, или, вернее, с какой-то всепрощающей покорностью, которую я назвал бы христианской, если бы таковая была исключительной принадлежностью христианства. К религии же Леонтий относился, если и с глубоким почтением, то все же без особенного рвения. Оставаясь добрым католиком, он унаследовал от отца и полную веротерпимость, в частности, в отношении православия, со служителями которого он непрестанно, как строитель церквей и соборов, находился в общении. Я и многие из нашей семьи даже считали, что он втайне обратился к религии своей горячо любимой жены и своих детей, однако на смертном Андре он все же предпочел подтвердить свою верность церкви дедов и, следуя настойчивым убеждениям своего старого друга Либгарта, пригласил остававшегося в единственном числе в Петербурге французского священника отца Амудрю, который его и соборовал. Кончил жизнь Леонтий как благочестивый праведник. Глава шестнадцатая Брат Николай Из всех братьев я менее всего был близок с братом Николаем, носившим уменьшительные имена Коли и Николаши. Причиной того, что мы не особенно сходились, была не столько разница в годах, он был на двенадцать лет старше меня, и не то, что он меньше бывал в доме, нежели другие, и не тот факт, что он был военным, сначала кадетам, потом юнкерам, потом офицерам. Ведь в детстве я питал большую слабость именно к людям в форме. Скорее всего, причиной нашей разобщенности было то самое, что и позволило Коле не только выбрать военную карьеру, но и остаться в ней на всю жизнь. Коле был военным по природе, до мозга костей, по призванию. Он был насквозь пропитан воинским духом, точнее, духом военщины, а вот это мне и не нравилось. Мне инстинктивно претило это даже в такие времена, когда я ровно ничего в этом не сознавал, а красивыми формами солдатиков очень увлекался. Отталкивал меня от Коли его особый стиль, вплоть до его чуть сепловатого, грубоватого голоса, до манеры лаконически изъясняться отрывистыми фразами, и вплоть до его слишком шумливого нрава. Пожалуй, мне даже не очень нравилась его наружность, хотя, говорят, я одно время особенно сильно походил именно на него. Я и в детстве-то нечасто видел Колю, ибо он воспитывался интерном в кадетском корпусе и даже на лето уходил в лагере. С момента же его поступления в лейбгвардии, его величество Уланский полк, он совершенно переселился в Варшаву, где имел постоянное место жительства, дослужившись там дочина полковника. Уланская форма была одна из самых эффектных, и она не утратила своей традиционной декоративности даже после того, как Александр Третий ввел новую, очень уродливую, якобы национального характера обмундировку для почти всего российского воинства. Улана же сохранили набекрень надетую шапочку из черной лакированной кожи со странно прилаженным к ней квадратным донышком и с белым султаном, и свой темно-синий мундир с желто-оранжевым околышком и красной грудью, и рейтузы, и сапоги, и серебряные аксельбанты, а зимой распашистую серую шинель с бобровым воротником. В таком виде Николай представлял в нашей семье элемент какой-то особой аристократической парадности. Да и самое его состояние в гвардейском полку давало ему в глазах общества особый орел. В известные дни он имел вход во дворец и фигурировал в качестве танцора на придворных балах. Постепенно он обзавелся обширным кругом светских знакомых, среди которых многие были титулованными и служили в таких же эффектных полках, как и он сам. Но вот что замечательно. Эта светскость атмосферы, в которой вращался Николай, совершенно не меняла его духовного облика. Каким он был в корпусе, простым, чуть грубоватым, славным парнем, таким он и остался в полку, вследствие чего он и пользовался, несмотря на свою неуступчивость, строгость, искренним расположением солдат и самой теплой дружбой со своими товарищами. Он даже приобрел известную популярность и не только благодаря своим неоспоримым моральным качеством, отзывчивости, абсолютной правдивости и тому тяготению к справедливости, которое его особенно сближало с братом Леонтием, но и своими чудачествами. Никаких художественных способностей или склонностей он не проявлял. Его варшавская квартира сначала в полку, а затем в городе, была самая банальная, пустая и голая. Он лично даже не нуждался в элементарном комфорте. Однако какая-то художественная нотка все же проходила через его существование, и она именно выразилась в его чудачествах, впрочем, не всегда отмеченных хорошим вкусом. Для примера приведу два случая. Один характеризует Николая в качестве какого-то паладина в духе Дон Кихота, другой в качестве строгого начальника. Однако оба едва ли могут показаться достойными подражания. В первом случае особенно неприятно поражает его явно юдофобский оттенок, что, впрочем, входило в обычай стоявшего в Варшаве гарнизона. Как-то когда он возвращался с учения, где-то довольно далеко от города, в дождливый осенний день Николаю, ехавшему со своим эскадроном, повстречалась типичная длинная предлинная польская телега, в которой сидело человек двадцать сильно подвыпивших на свадьбе евреев, мужчин и женщин. Тащила же эту голдевшую и шумливую компанию дряхлая, совершенно выбившаяся из сил лошаденка, еле ступавшая по липкой глубокой грязи. Николай не мог вынести такого издевательства над несчастным животным. Он остановил своего коня перед телегой и гаркнул слезай. Все пассажиры не сошли, а слетели на землю. «Распрягай!» было вторым приказом, а третьим «Привязать лошадь сзади, а самим впрячься и тащить». Перечить уланскому офицеру никому и в голову не могло прийти. Все было исполнено с величайшей поспешностью, но, дабы убедиться в том, что и в дальнейшем его распоряжение будет исполнено, Николай со своими уланами проводил спешившуюся свадьбу до самой той деревни, куда она возвращалась. Второй не менее живописный случай был мне рассказан с возмущением самим пострадавшим, но, признаюсь, я в данном случае не мог отказать вдоль симпатии моему свирепому братцу. Жертвой на сей раз был богатейший купеческий сынок, эстет и самодур, который из соображений элегантности постарался для отбывания воинской повинности попасть в уланы. Таких господ Николай еще менее долюбливал, нежели польских иудеев, а потому жизнь бедного Н.П. оказалась в полку далеко не сладкой. Вящую же неприятность ему пришлось испытать перед самым концом своей службы. Желая вернуться в Москву прежним красавчиком, очень гордившимся своими светлыми кудрями, Н.П. дал взятку кому следует и залег за полтора месяца до выхода на волю в госпиталь, где волосы у него снова успели отрасти вдали от глаз начальства. Но проделка эта дошла до Николая, и вот, не без доли садизма, он дождался предпоследнего перед выходом на волю дня, и только тогда предстал перед своей жертвой. Сорвав с головы больного колпак, он увидел уже заготовленную прическу и тотчас же позвал полкового цирюльника, который при нем наголо обрил онемевшего от ужаса и стыда юного миллионера. Эти два случая достаточно характеризуют моего брата с юмористической стороны, но достойны внимания все остальные стороны его личности, как образцового служаки, как отца своих солдат, как трогательного преданного товарища, и, наконец, как семьянина, помещика и полкового командира. И тут было бы о чем порассказать, ибо, несомненно, мой брат был в полном смысле слова очень оригинальный, изрядово он выдающейся личностью. Леонтий, тот после смерти Николая, даже собирался издать о нем целую монографию. Среди материалов к ней он мог бы использовать ценнейшую исповедь Николая, не всегда складную по форме, но всегда правдивую. В ней он рассказывал свою не особенно радостную жизнь, в частности, те глубокие недоразумения, что выросли между ним и его женой, а также все те мытарства, через которые приходилось ему пройти, раз задавшись целью спасти от ростовщиков колоссальное имение майорат, принадлежавшее его пасынку. В этой исповеди он кается в своих безудержных проявлениях гнева, подчас походивших на припадки безумия. Однако все это лежит как-то вне моей основной задачи, ибо все это происходило где-то в стороне, частью в Варшаве, частью в средневековом замке Межи-Божи, служившем резиденцией полкового командира Ахтырских гусар, которыми командовал брат в течение нескольких лет. Гораздо раньше я получил возможность изучить Николая в непосредственной близи, и с этим мне хочется здесь поделиться. Когда Коля приезжал в отпуск и останавливался у родителей, ему каждый раз отводилась большая комната, бывшая папиной чертежной. Не успеет брат в ней расположиться, как по всей квартире поползет типичный офицерский дух, особая, довольно приятная смесь из духов, табака и кожи. Вот этот запах стал неотделим от нашего обиталища в течение целых двух лет, который Коля провел в конце восьмидесятых годов с осени 1888 по осень 1890 года в Петербурге, решив, что ему необходимо пополнить свое специальное образование посещением курсов кавалерийской школы. На это время была перевезена к нам часть его личной обстановки, стены чертежные украсились фехтовальными рапирами и масками, саблями и шашками, а рядом в коридоре был поселен его денщик Степан, рослый и красивый, но необычайно тупой и нелепый парень. Впрочем, сугубая нелепость Степана была, скорее всего, вызываема тем страхом, который этот несчастный мужик, взятый прямо от сахи в полк, испытывал перед его воскородием, и, в частности, перед теми уроками русской грамоты, которым Николай желая просветить Степана, отдавал несколько утренних часов. Как было не дрожать Степану, когда за малейшей ошибкой следовала грозная распечка, причем не жалелись бранные, произносимые с неистовством слова, дико звучащие в нашем респектабельном доме, вообще иных криков, не слыхавшим, кроме тех, что во время игр издавала возившиеся детвора. Особенно же трудно давалось Степану вытверживать наизусть все многочисленные имена великих князей, княгинь и княжон, что в представлении Николая должно было возбуждать особенно лояльные чувства, приличествующие русскому воину. Тут-то в случае ошибок и раздавались особенно свирепые окрики, а два или три раза за ним последовало физическое воздействие, за что затем сильно попадало Николаю от мамы. В начале пребывания брата меня его присутствие тяготило, и особенно мучительно я переносил его шумливость, а также то, что он моментами, когда случайно Степан отсутствовал, требовал от меня всякие специальные услуги, например, чтобы я помог ему стащить сапоги, или чтобы я продел в надлежащей системе аксельбанты, что никогда мне не удавалось сразу, откуда нетерпеливые ноты, которые я ощущал как очень обидные. Но постепенно я стал привыкать к брату и постепенно стал оценивать все то благодушие, которое скрывалось под оболочкой его военной грубости и всякого чудачества. Стал я оценивать и ненавистное сначала общество его друзей, среди которых были отставные военные. Особенно со мной был ласков Ермолай Николаевич Чаплин. Выговаривалась его чисто русская фамилия точь-в-точь, как выговаривается фамилия Шарло. Очень крупный, очень полный господин с усами и бакенбардами на широком типично русском лице. Он был великий мастер на всякие пикантные анекдоты, при этом он был тем, что немцы называют тонким знатоком. Кончил он свою карьеру, начатую в Уландском полку, петербургским почт-директором, и жил он одно время в прелестном классическом здании таможни, где у него было зало с колоннами и где он меня неоднократно кормил вкусными обедами. Здание, построенное в 1829-1832 годах архитектором Лукини, набережная Макарова-4, выдержанная в формах позднего классицизма. Его объем увенчан куполом на высоком барабане, а обращенный на малую Неву фасад выделен восьмиколонным портиком. В настоящее время здесь помещается Институт Русской Литературы Академии Наук СССР Пушкинский дом. Другим моим другом был царскосельский гусар Радч, очаровательно крошечный офицерик куколка, который являл в своих разнообразных формах то красный, то темно-синий, то белый, необычайно кокетливый вид. Точно он только что прибыл с балетной сцены, на которой откалывал мазурку. Радч был большим весельчаком, и он очень оценил тот непринужденный стиль, который царил у нас в доме. Он вскоре стал приходить не столько к Коле, сколько к моим родителям, запросто и без приглашения, являясь то к обеду, то к вечернему чаю, занимая всех неистовым своим хвастаньем, а то и просто враньем. За последнее ему часто доставалось от товарищей, но наших домашних и даже мою правдолюбивую мамочку он именно этой чертой пленил. Она заливалась при его рассказах своим бесшумным смехом до слез, и даже строгая тетя Лиза Раевская млела перед гусариком, тем более, что он был с нею изысканно вежлив и по всем правилам прикладывался к ручке. Рассказывать жарач действительно был мастер. Рядом с приземистым Николаем и с громадным Чаплином он был настоящий фитюлькой. Но когда в парадные дни он во всей своей гусарской красоте приезжал к нам за Николаем, чтобы вместе ехать во дворец, он являл поразительный эффектный вид, особенно когда одевал свою меховую шапку с превысоким белым султаном. Двое из друзей Николая имели своего рода абонемент на наши воскресные завтраки. То был барон Карл Деленсгаузен и граф Николай Ферзен, тот самый, который в последующие времена был адъютантом великого князя Владимира. Оба были тогда варшавскими уланами, и оба проходили тот же курс в офицерской школе, как и Коля. Оба были при том типичными ост-зейцами, оба сильно белокуры, оба говорили по-русски правильно, но с легким немецким акцентом, оба были отлично воспитаны и изысканно вежливы. Мама ценила этих молодых людей и угощала разными любимыми домашними блюдами, среди которых особенно славился воскресный традиционный пирог с визикой. Но между бароном и графом была и большая разница. Деленсгаузен был само добродушие. Я очень скоро выпил с ним на брудершафт, после чего я стал по примеру его товарищей фамильярно называть его корлушей. Напротив граф Ферзен строго сохранял всегда дистанцию, что и соответствовало его характерно германской абсолютно прямой осанке его высокому росту и аполлиническому сложению. Деленсгаузен поминутно смеялся, наслаждаясь шутками Николая, подчас довольно рискованными. Ферзен же довольствовался одними улыбками. Родители наши принимали малое участие в разговорах этих господ офицеров, обыкновенно делившихся своими наблюдениями о скачках, о лошадях, о приемах седлания и так далее, или же обсуждавших разные полковые дела, никогда при этом не впадая в сплетни. Напротив, Радч был великим сплетником. Бывали, однако, случаи, когда папа что-либо расскажет о временах Николая Палча, и это всегда было встречаемо с большим интересом, ибо рассказы отца отличались живописной яркостью. Женился Коля сравнительно с прочими братьями поздно в Варшаве, и взял он себе в жены даму тоже не самой первой молодости, вдову с двумя детьми, госпожу Слезкину, урожденную баронессу Бремзен. До того у него в течение нескольких лет был роман с цирковой наездницей, на которую он извел немало родительских денег. Мама долгое время пребывала в ужасе, как бы он еще не женился на этой акробатке. Женить бы на даме из лучшего общества гарантировало от повторения подобных авантюр, а так, как в распоряжении госпожи Слезкиной и ее матери находилось очень крупное имение майора сына и внука, оцениваемое в несколько миллионов рублей, то можно было считать, что этот брак будет и в материальном отношении выгодным. Правда, имение было заложено и перезаложено, но Николай считал, что благодаря более толковому ведению дел ему удастся в несколько лет освободить его от задолженности. Имение своего пасынка он в конце концов действительно очистил от долгов, что и послужило к упрочению особенно нежных чувств между ними, но как раз к тому времени супружеские отношения между Николаем и Констанц приобрели невыносимый для обоих характер, и им пришлось разъехаться. Эти семейные нелады приобрели особенную остроту в бытность Николая командиром Ахтырских гусар и его пребывание в Межебоже, где стоял его полк. Возможно, что самая обстановка послужила обострению драмы. Командиру полка и некоторым офицерам был отведен обширный и мрачный древний польский замок, стоящий на самом слиянии двух рек, и вот крепостные его стены и своды, темные его переходы, унылые его башни и террасы сделались свидетелями почти ежедневных сцен, происходивших на глазах всего полкового штаба между супругами Бенуа. Однажды Николай, совершенно озверев, даже погнался с ножом за Констанц. На силу его удержали и нож вырвали. Кто был прав, кто виноват, в каждом случае решить было трудно, но, несомненно, что главным образом здесь действовало полное несоответствие характеров. Насколько Николай был прям и абсолютно не выносил даже самой невинной лжи, настолько бедная Констанц была лишена простоты и естественности. Эту манеру она всосала с молоком матери, дама, кстати сказать, довольно-таки склонной к интриганству. Остается удивляться, как этой черты Николай не заметил еще до того, чтобы остановить свой выбор. Как мог он сделать подругой жизни особу, если и обладавшую всевозможными качествами, но, отличавшуюся и такой чертой, которая должна была его коробить более, чем что-либо. Плодом этого плохо налаженного брака были три дочери, которых оба родителя сердечно любили, однако и на почве воспитания их также возникали всевозможные недоразумения, следствием которых было то, что в момент, когда Констанц разъехалась с мужем, все три девицы последовали за матерью. Годы, непосредственно предшествующие войне 1914 года, Николай уже был в отставке. Считается даже, что вечные скандалы в межи Божи были поводом к тому, что недолюбливавший его министр Сухомлинов дал ему понять, что ему пора уходить. Николай переехал тогда в Петербург к своему любимому брату Леонтию и очень тяжко переносил свое одиночество, особенно же свое безделье. Зато он с необычайным рвением вернулся к исполнению своих обязанностей, когда с началом военных действий он снова был призван на службу в чине генерала и был отправлен в сибирские губернии с ответственным поручением собирать ополчение. Но недолго продолжалась эта служба, которую он, кстати сказать, всячески старался переменить на службу на фронте. В декабре 1915 года Николай постиг удар, как раз в момент, когда он что-то вносил в свой дневник. Тело его затем было перевезено в Петербург и забота Илеонтия похоронена рядом с тем местом, которое Илеонтий уготовил на кладбище в Новодевичьем монастыре себе и своим близким. Последний раз я видел лицо Николая очень потемневшим, но все еще вполне на себя похожим через застекленные отверстия в крышке гроба. Вдова же его и дочери, прожив войну в Киеве, эмигрировали в Берлин, где Констанц скончалась, а ее дочери вышли замуж и обзавелись семьями. Глава семнадцатая Брат Юлий Еще немало людей на свете, которые хорошо знали моих братьев Альбера, Леонтия, Николая и Михаила. Нередко ко мне обращаются особо преклонного возраста, от которых я слышу такие фразы «Я был сослуживцем вашего брата», «Я очень любил вашего брата», «Я храню благодарную память о вашем брате». И это немудрено. Каждый из моих братьев имел обширный круг знакомых, и многие из них живы до сих пор». Не так обстоит дело с моим братом Юлием, которого из всех живущих на свете и после смерти наших родителей и всех моих близких родственников, кроме меня, наверное, никто не помнит. Он и не оставил никакого следа о своем земном пребывании, если не считать его бренных останков, да и те, опущенные в наш семейный склеп осенью 1874 года, может быть, подверглись уничтожению. Между тем, я обязан рассказать здесь про этого отрока, покинувшего нас, будучи всего 14 лет отроду. Впрочем, я не стану рассказывать здесь про те события семейной жизни, в которых он участвовал, об этих событиях будет сказано в моей личной летописи, но постараюсь описать его самого. Это уже потому необходимо, что я храню до сих пор самую нежную память об иши, и потому еще, что эта моя нежность вызвана той необычайной для мальчика заботой, которой он, будучи на 10 лет старше меня, окружал мою крошечную персону. Я имею основание думать, что если бы Иша остался в живых, я бы именно в нем имел того брата друга, какого мне вообще не доставало, ибо сколько бы я не любил моих других братьев, и сколько бы они не вызывали во мне братских чувств, я все же никого из них другом не могу назвать. У меня не было с ними определенной духовной связи. Напротив, меня влекла к Ише какая-то духовная общность. Будучи ребенком, едва только начинающим сознавать окружающее, я уже резко отличал Ишу от других братьев. И это отличие было явным предпочтением. Выражаясь словами в те времена мне неизвестными, я чувствовал, что Иша понимает меня. Его одобрение и его порицание значило для меня больше, нежели одобрение или порицание других старших. Да я и не видел в нем старшего, он был моим товарищем, причем он и тени обидного снисхождения не выказывал в отношении меня. Большую роль тут играло то, что в нем была масса детского, ребяческого, и в то же время он был, я сказал бы, более интеллектуален, нежели прочие мои братья. Он был тоньше их, внимательнее к другим, более страстно заинтересован всевозможными явлениями, людьми, вещами, природой. Под его руководством я развивался с быстротой не совсем нормальной, и, вероятно, именно благодаря этому я сохранил в памяти с такой абсолютной отчетливостью всякие тогдашние происшествия, да и самые обстановки, вид комнат и вид той Петерговской дачи, в которой прошли последние прожитые с ним летние месяцы. Его смерть оставила меня среди массы людей и людей самых близких в некотором как бы одиночестве. И мне думается, что все мое развитие тогда вдруг замедлилось, что, может быть, было мне и в пользу. Наружностью Иша очень походил на меня, точнее, я походил на своего старшего брата. Когда впоследствии я глядел на себя в зеркало, мне казалось, что я снова вижу брата. И в такие минуты я как-то утешался и более снисходительно относился к своей наружности. Она не казалась мне столь обидно несоответствующей моему идеалу. Особенно когда мне сшили гимназический мундир я стал себе напоминать Ишу, которого я как раз помнил в таком же мундире. Но и волосы, несколько широко раздавшийся нос, поста в глаз, все это было похоже на Ишу. Что же касается до сторон духовной и художественной, то тут я узнавал в себе именно Ишу. Меня тянуло, как и его, к изображению разных странных, а подчас и жестоких вещей. Я обожал сказки и истории, в которых рассказываются жуткие вещи. В моих мечтах меня тянуло к авантюрам. Правда, я никогда не предавался с таким фанатизмом разным видом спорта, с каким предавался Иша, который был образцовым конькобежцем, бесстрашным мореплавателем и посвящал значительную часть каждого утра упражнениям на турникете, трапеции или развитию мускулов посредством манипуляций с гирями. Но я любил смотреть, как он вихрем летал на коньках по прудам Юсупова сада. Я замирал от восторга, когда, управляя парусом, Иша производил всякие эволюции, указенные Петерговской пристани, и я ликовал, когда он, разгоряченный и упоенной победой, являлся первым в каком-нибудь беге или выигрывал приз на каком-либо ином состязании. Не эти спортивные излишества, против которых иногда восставала мама и свели его к ранней могиле. Быть может, он испортил свое здоровье и разными экспериментами, вроде длительного поста или съедания каких-либо особенно горьких или отвратительного вкуса вещей, в чем он старался проявить свое поклонение спартанским нравам. Наконец, и его отношение к учению, к самообразованию, как бы предвещало мое отношение к тому же самому. Он был по отзыву всех совершенно исключительно одарен во всех науках. Однако, он плохо учился в гимназии и не лучше стал учиться, когда его перевели в ту самую осень, когда он умер, из классической гимназии в реальное училище. В зимние месяцы Иша никогда не сидел без дела. Но если он и зачитывался книгой, то эта книга не была каким-нибудь учебником. Если он часами что-либо выводил пером или карандашом на бумаге, то это не было приготовлением школьных уроков. Единственные два предмета, которые его интересовали, были география и история, особенно древние. К моим очень ранним воспоминаниям принадлежит такая сцена. Я стою на коленях на стуле рядом с Ишей и через локоть его левой руки с захватывающим волнением слежу за тем, что появляется из-под его карандаша. А получались у него высокие пирамиды, по склонам которых копошатся над постройкой сотни фигурок и работают подъемные машины. Вот колоссальный камень сорвался с крюка и летит вниз, укладывая на пути несчастных, и кровь струями сбегает со ступени на ступень. Или еще стройными рядами выступают гоплиты в золотых желтых касках, украшенных конской гривой. Гоплиты тяжело вооруженная пехота в античной Греции. Они отражают натиск других воинов, что мчатся верхом или на колесницах им навстречу. И снова кровь бежит ручьями или капает с мечей и льется струями из израненных тел, колеса подпрыгивают по кучам поверженных на землю. Иногда изображались и римские легионы, и полчища Атиллы, а то и наполеоновские солдаты. Леонтий был тоже великий охотник до изображений военных сцен. И у меня в Петербурге хранились его юношеские мастерские сделанные рисунки, изображающие сцены войны 1870 года, которые в его представлении и при его ненависти к немцам представлялась вся сплошным торжеством французской доблести. Но в этих рисунках у Леонтия все выглядело уж очень парадно и складно. Все это даже носило нарядный характер, не то у Иши. У него доминировала трагедия, ужас. Да он и сам во время рисования впадал в какой-то транс, принимался шипеть от ярости или издавать призывы, стоны, проклятия. Я же прижимался к его локтю ближе и ближе и в конце концов чуть ли не ложился на бумагу. Наподобие нашего отца Иша был большим мастером на всякие изделия из бумаги. Особенно мне запомнился конверт с историей солдата. Из большого листа бумаги Иша складывал конверт, имевший вид обыкновенного письма. Однако по мере того, что вскрывались хитро один за другим заложенные углы, открывались разные похождения от служившего срок солдата, который после всяких бесчинств попадает наконец в преисподнюю. Это ужасное место было нарисовано во всю ширину открывавшегося в самом конце листа и служило чем-то вроде апофеоза. Я наизусть знал, что зачем последует, однако ждал каждый новый эпизод с замиранием сердца, а перед вскрытием ада приходил в такой ужас, сладкий ужас, что даже принимался визжать и умолять Ишу, чтобы он мне не показывал этой страшной картинки. И действительно, картинка могла хоть кого привести в ужас. Огненные вихри извивались ввысь, клубы дыма валили во все стороны, а языки лизали котел, в котором варился провинившийся солдат. В нижнем же правом углу восседал сам сатана, косматый, черномазый, с трезубцем в руке и короной между рогами. По его приказу черти и чертенята, прыгая и кувыркаясь, поддавали жару, мешали вилами в котле и всячески издевались над своей жертвой. По нынешним понятиям такие рисунки мало педагогичны. Они должны воспитывать в ребенке свирепость. Однако никаких следов особенной свирепости ни эти рисунки, ни все те фантазии, которым я предавался уже по собственному почину в отроческие годы, во мне не оставили. Из последующего читатель увидит, что я самый миролюбивый человек, с сердцем очень склонным к жалости, и таким же, наверное, вышел бы и Иша, если бы Бог дал ему жизни. Но в каком-то возрасте в людях живет известное тяготение к этим выявлениям кровожадного инстинкта, и, пожалуй, следует приветствовать, когда этот инстинкт выявляется в форме ребяческих безобидных рисунков и вообще всяческого художества. Вспоминать же мне сейчас об этих наших забавах приятно, ведь в них совершенно отсутствовало настоящее осознание страдания. А разве не тот же инстинкт сказывается в нас, когда мы на сцене или на экране видим сердце, раздирающую трагедию, хотя бы, например, последнее действие Гамлета, когда все гибнут от меча или яда? Глава восемнадцатая брат Михаил Брат Михаил Миша мне не заменил покойного Ишу, хотя между мной и Мишей разница в годах была меньшая на два года, нежели между мной и Ишей. В те дни Миша был очень хорошим мальчиком, типичным школьником, но я его, помню, несравненно менее отчетливо, нежели Ишу. Часть фокусов, в которых отличался Иша, и он умел показывать, он умел складывать и конверт с историей солдата. Одно время и он возился с каким-то театриком, добиваясь воспроизвести в нем все ужасы волчьей долины. Иногда он с кузинами и товарищами носился по квартире, изображая калабрийских бандитов или краснокожих. Однако все это выходило у него не так потешно, как у покойного брата. А кроме того, у Миши не было таланта общаться с малышами. Он их либо не замечал, либо сторонился. Между тем меня к нему притягивала его необыкновенная красота. Тип у него был какой-то сарацинский. Уж не какой-либо предок с острова Майорки, откуда кавосы были родом, откликнулся в нем. Пухлые, как у негра губы, слегка кудрявые, черные, как смоль волосы, и смуглый цвет кожи. Ни на кого из братьев он в детстве не походил, и лишь к старости в нем более определился общий тип нашей семьи, и особенно он приблизился к Леонтию. Учился Мишенька еще хуже, нежели Иша, и в конце концов его пришлось из четвертого класса взять, из пятого классической гимназии, после чего и его стали готовить в реальное училище. Однако из этого ничего не вышло, и тогда-то в нем вдруг определенно заговорило призвание. он пожелал стать моряком. Мамочку это сильно встревожило из-за тех опасностей, которым подвергается моряк, но отец, вообще питавший уважение ко всем видам военного ремесла, дал свое благословение. Пробыв в морском училище положенный срок, он оттуда был благополучно выпущен в городе Марины, еще не дождавшись этого, он и его друзья заделались настоящими морскими волками и заходили в морской одежде с ленточками на шапке с синим воротом, из-под которого виднелась нательная полосатая фуфайка. До той поры, никогда не певший, Миша теперь выучился всяким солдатским песенкам вроде «Царь Александра в поход поехал» или «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены» или «Друзья подагры изнуренной» и эти песенки он со своим другом бароном Клюпфелем распевал целыми часами. Выучился Мишенька и всяким веревочным плетением и даже однажды смастерил себе очень искусно из тонкого каната фуражку, в которой я потом щеголял по своей склонности к необычайным одеждам и уборам. Ярким воспоминанием осталось у меня как оба этих морских молокососа сидя на Бельведере нашей Кушалевской даче грызут для вящего стиля семечки курят трубки Мишу от курения тошнило но он все же продолжал курить пьют пиво и задирают прохожих на улице свесившись через забор которому Бельведер был прислонен во всем надлежало выражать военную удаль и это выражение удали чуть не стоило однажды ему и мне жизни в тот день когда он вздумал со мной внистовую бурю переехать на лодке через Неву о чем я расскажу в своем месте в другой раз его чуть не изувечило когда у него под руками взорвались те снадобья которыми он набивал трубки ракет элементарная пиротехника входила в программу морского воспитания этот период Мишенькиного приготовления к службе представляется как очень беспечная бестолковая чуть нелепая и чуть шутовская эпоха но время шло и настал наконец тот день когда пришлось всерьез зажить жизнью моряка Гордемарина Бенуа определили на клипер пластун а пластуну вышел приказ присоединиться к какой-то отбывавшей в дальнее плавание эскадре и начались сборы Мишенька получил новенькую с иголочки обмундировку и особенно ему пошел парадный черный сюртук с черным галстук при поясе с львиными головами на котором болтался кортик из слоновой кости на голове же в парадных случаях полагалась треуголка с кокардой Мишеньку родственники стали наперерыв чествовать прощальными обедами а там в какой-то июньский день 1880 года настал момент отплытия поехали мы то есть папа мама и я провожать Мишеньку в Кронштадт в котором ни мама ни я раньше никогда не бывали на силу разузнали на каком рейде пластун находится а до него добрались на лодочке причем пришлось пробираться между разными судами папа вез с собой для украшения каюты Миши он разделял ее со своим товарищем благодушным близоруким виноградовым вставленные в рамки литографированные портреты государя и почему-то супруги наследника престола Марии Федоровны и они тут же были торжественно повешены на стену а затем все молодое офицерство да и тучный сонливого вида старший офицер как следует выпили сильно после розданной водки повеселел и прочий экипаж когда же наступил вечер то все провожающие перебрались на специально нанятый пароход якоря были подняты дым повалил из трубы клипера мне было обидно что у Мишиного корабля всего одна труба зато три мачты и мы на своем пароходе неравной парой поплыли рядом с пластуном мимо грозных гранитных фортов в открытое море версты две три наша пыхтевшая сильно качавшаяся суденышка старалась не отставать но расстояние между нами и клипером все росло и наконец наступила минута когда наш пароход повернул в обратный путь при этом произошло традиционное заключение проводов по команде все реи пластуна были в один миг засыпаны белыми фигурами матросов и в то же время при дружных криках ура какие-то хлопья полетели в воду то по древнему обычаю офицеры бросали летние чехлы своих фуражек через несколько минут пластун на пылающем фоне заката превратился в беззвучный далекий как-то вытянувшийся в высоту силуэт а через еще несколько мгновений он точно нырнул за горизонт в это время взглянув на мать я увидал что она украдкой утирает слезы тогда как до этого она крепилась чтобы не испортить всем настроение другие дамы матери жены или невесты те просто рыдали продолжая махать платками и косынками поздно ночью но в белую северную ночь мы добрались до дому в наше опустевшее родное гнездо потянулись месяцы и годы плавания нашего мишеньки родители подписались на кронштадтский вестник в котором вообще интересного для неморяков было мало но по которому можно было следить за передвижением судов российского флота по земному шару когда сообщалось что клипер пластун в составе такой-то эскадры пришел туда-то то в доме наступало успокоение когда же долго не приходило таких известий то нарастала тревога особенно долгий перерыв получался во время перехода пластуна из Сингапура через весь славившийся своими бурями Индийский океан до Капштадт я я живо воображал как десятисоженные такие нарисованные в одной из книг Жюри Верна волны накидываются на судно на котором плывет Мишенька и которые превращаются среди разъяренной стихии в жалкую скорлупку но совершенно иные видения рисовали письма брата приходившие из Шанхая Гонконга Нагасаки с Сахалина пластуну было предписано произвести проверочные обмеры какого-то залива из Гонолулу из Сан-Франциско стоите из Мельбурна и из Сиднея описания Миши были правдивы просты точны но не обладали особенной красочностью и не вызывали ярких образов этот дефект до известной степени восполнялся путевыми записками Гончарова совершившего кругосветное плавание на фрегате Паллада которые мы с мамой читали по вечерам еще более возбуждали мою фантазию почтовые марки отштемпелеванные на местах отправки а также целые серии совершенно чистеньких вложенных Мишей внутри письма эти последние специально предназначались не для моей коллекции а для более серьезного собирателя для городского садовника господина визы но кое-что перепадало и мне после капштадта началось Мишенькина определенное приближение к дому в сущности на пути возвращения он был уже целый год после отплытия от крайнего пункта путешествия Сан-Франциско но пока он не обогнул мыса доброй надежды это возвращение не представлялось вполне реальным тут же стало ясно что он скоро снова будет среди нас еще успело прийти письмо из Амстердама где Миша посетил тогдашнюю всемирную выставку а затем он и совсем замолк и вдруг телеграмма из Кронштадта благополучно приехал Боже какое тут поднялось у нас волнение легкая на слезы Степанида когда-то нанятая в кормилице именно к Мишеньке и с тех пор служившая у нас в горничных та даже стала от радости причитывать как над покойником причем ее очень тревожил вопрос не женился ли ее любимец на Японке чем мы все время ее дразнили папа тот сразу приступил к приведению в порядок чертежный предназначавшийся под Мишен кабинет это был июнь 1883 года как раз случилось так что я поехал с нашими английскими свойственниками сестрой Мата Эдвардса Эллен и ее мужем Реджинальдом Ливесей совершавшим экскурсию в Петергоф и было решено что по осмотре дворцов и парков мы заедем передохнуть на дачу дяди Сезара а затем захватив моих кузин отправимся все вместе через Ароненбаум в Кронштадт однако программа не удалась вполне до Кронштадта и до Пластуна мы добрались но когда шумливой компанией мы вступили на палубу клипера то Миша уже там не оказалось он не утерпел и отпросился на землю в Петербург это не помешало оставшемуся на корабле офицерству нас принять с честью и меня особенно польстило что Мишин друг который особенно ласково меня угощал был князь путятин я тут же с ним выпил брудершафт заедая шампанское особенно мне понравившимся закусочным блюдом редькой в сметане осушив бокала два я так охмелел что желая отличиться перед кузиной Инной слетел с лестницы ведущей к капитанскому мостику меня очень тронуло что в Мишиной каюте на тех же местах куда их повесил папочка по-прежнему висели овалы с портретами Александра Второго и Марии Федоровны но теперь царствовавший в 1881 году государь убитый нигилистами лежал в Петропавловской крепости а эта миловидная дама со смеющимися глазами и с высокой прической стала нашей императрицей достигли мы все в той же компании Петербурга на последнем пароходе уже в сумерке входя в нашу квартиру я громко восклицал где Миша где Миша но папа и мама замахали на меня руками Миша спит и его не надо будить мне только разрешили посмотреть на спящего путешественника пробравшись на цыпочках к кровати я обомлел от удивления вместо прежнего нежного юноши я увидел большущего мощного но все-таки такого же красивого мужчину почти черного от загара и как странно пахло в этой комнате пряными духами чем-то далеким восточным чужим запах этот шел от раскрытых и части уже опорожненных чемоданов повсюду на столах стульях на комоде лежали пакеты и я уже спрашивал что из всех сокровищ предназначается именно мне ведь в каждом письме Миша сулил мне какой-то сюрприз увы в этом отношении меня ожидало разочарование когда на следующее утро после кофе все пошли в Мишин кабинет и началась раскладка содержимого больших сундуков то я вскоре получил свой подарок Миша очевидно представлял себе на расстоянии своего маленького брата вовсе не тем женомом молодым человеком с ухватками молодого щеголя какого я из себя теперь в тринадцать лет корчил а все еще ребенком для которого вполне подходящим подарком мог служить механический лаевший и скакавший пудель поняв свой промах Миша смутился мне же стало так его жалко что представился будто я в восторге от этой игрушки но на следующий же день я ее уступил одному из своих маленьких племянников остальное же что предстало в то утро вынутые из Мишиных сундуков было до того занимательно что разглядывание этих диковинок вполне отвлекло и поглотило мое внимание тут был и зубчатый клюв пилы рыбы и ожерелье из ракушек и птичьих яиц стоите и волшебное японское зеркало и индусский ларец выложенный тончайшей мозаикой упоительно пахнувший внутри и роскошный японский алый платок с выштом на нем желтыми шелками павлином и чашечки с завода сатсумы и какие-то издававшие дикие звуки музыкальные инструменты и черепаховая модель рикши и масса альбомов с фотографиями и яркие шали и невиданные раньше большие раковины отливавшие цветной радугой и от всего этого шел тот сладкий пряный дух который меня поразил накануне и который теперь распространялся на всю квартиру а из большого деревянного ящика вытаскивались бесчисленные банки с консервами заморских фруктов и прелестные полубутылочки со сладким капским вином его я затем пивал частенько или даже с гордостью подчевал им своих товарищей гимназистов меня только огорчала Мишенькина ни слова охотливость он почти ничего не рассказывал и еле отвечал на мои вопросы отделываясь двумя-тремя фразами а мне так хотелось услыхать что-нибудь более подробное и особенно про то как он проводил время в Японии где говорят все офицеры на время своей побывки на суше обзаводились прелестными женами японочками да и тетянки меня интересовали чрезвычайно о них уже тогда шла по свету молва которая была одной из причин побудивших несколько позже Гогена покинуть старую Европу и поселиться в океане но от Миши кроме отрывистых фраз ничего касающегося подобных тем я не мог добиться да я и сейчас уверен что целомудренный наш брат вернулся после трехлетнего путешествия совсем таким же чистым и девственным каким он уехал для него девушка в каждом порту не существовало зато его сердце сохранило во всей своей свежести способность любить и это сказалось через несколько же недель после его прибытия когда всем стало ясно что возник роман между ним и его кузиной Олей Ковоз тоже за эти три года из институтки Бакфиша ни рыба ни мясо подросток превратившийся в девушку если и не отличавшуюся красотой то все же в своем роде привлекательную двоюродные братья сестры опасное соседство говорит пословица и в данном случае она могла найти себе тем большее подтверждение что Оля с отцом и теткой служившей ей матерью за место умершей родной жила в двух шагах от нас а парадная дверь их квартиры выходила на ту же площадку как и наша Оля впрочем предпочитала приходить к нам и тогда оба влюбленных засаживались в Мишином кабинете где они то читали то целыми часами шушукались и ворковали к весне 1884 года этот роман принял официальный характер Миша и Оля были объявлены женихом и невестой а те препятствия которые могли помешать браку между столь близкими родственниками удалось благодаря связям дяди Кости в священном синоде преодолеть летом Миша и Оля отправились к Лансере в их нескучное но там Мишенька чуть было не сделался виновным в гибели своей невесты по морским законам он не мог жениться не достигнув какого-то положенного числа лет 24 но обоим молодым людям не терпелось отведать предельного счастья поэтому Миша наш морской волк вынужден был выйти из флота однако свою страсть к лодке к парусу ему не так легко было затушить уже зимой в Петербурге Миша принялся катать Олю на буере по льду а когда Нева вскрылась то и на парусной яхте оказавшись же в имении сестры на Украине откуда до моря не доскачешь он вздумал продолжать такие же спортивные упражнения прикрепив к беговым дрожкам громадный парус первый эксперимент прошел благополучно они прокатились по мягкой от пыли дороги версты две но на следующий день произошла катастрофа внезапно поднявшийся ветер понес Мишин сухопутный корабль по кочкам вспаханного поля дрожки опрокинулись а когда наконец Миша справился с парусом то увидал Олю далеко позади себя лежащей бездыханным телом в глубоком обмороке с лицом испачканным кровью и землей еще не успели Олю донести до дома как очнувшись она стала кричать я изуродована и лишь когда ее обмыли и она увидала в зеркале израненная но все же похожая на прежнее лицо бедняжка успокоилась Миша же стоя на коленях у ее ложа обливался слезами целовал ее ноги и молил простить его свадьба была сыграна в середине сентября того же 1884 года и какая же это была блестящая свадьба благословение обращающихся происходило в верхней летней церкви великолепного собора святого Николы Морского наш дядя Костя все отлично устроил густо раззолоченная церковь более походящая на бальный зал сверкала тысячами свечей духовенство и певчие облачились в свои праздничные ризы всюду стояли лавры и пальмы среди толпы съехавшихся гостей алели ленты сияли звезды и эффектно на фоне фраков выделялись военные мундиры и светлые вечерние платья дам со двора перед церковью запруженного экипажами была послана дорожка красного сукна вверх по лестнице в качестве посаженного отца невесту вел товарищ оберпрокурора священного синода иначе говоря правая рука самого победоносцева Смирнов это был высокого роста уже пожилой человек с темным и на редкость некрасивым лицом но этот контраст между разбойничьей физиономией как определила Мария Александровна наружность Смирнова с золотым шитьем придворного мундира пересеченного синей лентой белого орла так меня поразил и он был действительно до того эффектен что я именно это запомнил с совершенной отчетливостью очень эффектно была среди прочих дам бабушка кавоз в своей горностаевой сорти де баль накидке на бальное платье мантильи с убором из венецианских кружев свешивавшимся с головы на плечи впрочем я и сам себя чувствовал в этот вечер каким-то празднично прекрасным и с особым упоением отдавался этому чувству потому что как раз переживал тогда некое возвращение к жизни после своего неудачного романа о чем речь впереди на мне к тому же был новый парадный гимназический мундир с серебряным шитьем на воротнике и мне казалось что я в нем произвожу неотразимые впечатления на бледненькую тихонькую оршеневскую за которой я в тот вечер немного приударил начавшаяся столь блестящая супружеская жизнь Миши и Оли представляла затем в течение первых десяти лет картину полного лада и счастья двое прелестных детей Константин Ксения придавали особую прелесть их дому Мишенька выйдя в отставку поступил на государственную службу которая не отнимала у него много времени жили они в полном довольстве на отпускаемые дядей Костей средства в просторной и изящно меблированной квартире на английском проспекте весной же 1890 года умер дядя Костя и все его большое состояние перешло к единственной дочери образ жизни Миши и Оли меняется они переезжают в квартиру дяди Кости и сразу начинают ее переиначивать на новый и более модный лад мало того большая эта квартира в 12 комнат представляется Оли тесной надо же было куда-то поместить и весь штат прислуги бонну гувернантку гувернера для детей и поэтому к квартире занимавшейся дядей присоединяется квартира над ней на видных местах в бывшем кабинете дяди Кости и в зале повешены старинные картины среди них небольшая овальная похищение Елены Тьеполо и две большущие венецианские перспективы из дедушкиного палаццо особенно же удачной получилась столовая с ее орнаментами на золотом фоне и ее потолком имитирующим деревянную резьбу какие чудесные обеды мы едали именно в этой приятной комнате да и вообще традиции учрежденные дядей Кости продолжали жить вплоть до того что Миша ни в какой степени не готовившийся стать промышленником и финансистом унаследовал от своего дяди и тестя как директорство пароходного общества Кавказ и Меркурий так и директорство в разных банках Кавказ и Меркурий так называлось в те годы общество пароходства и торговли по Каме и Каспийскому морю по отзыву его сослуживцев он во всех этих делах если и не обнаруживал настоящего призвания того призвания которое так ярко сказывалось в дяде Кости то во всяком случае выказывал большой толк и чрезвычайную добросовестность большой радостью для Миши и его семьи была жизнь летом на собственной даче в Петергофе Участок этот с одной стороны упирался в смежный парк собственной его величества дачи а с другой он прилегал к коттеджам построенным в английском вкусе Леонтием для себя и для своего зятя Мейснера Мишину виллу самую большую из трех трудно было счесть за архитектурный шедевр но удобное расположение многочисленных не особенно больших но уютных комнат искупало то что ей не хватало в смысле внешней декоративности совершенно прелестен был сад разбитый вдоль самого берега моря мостки с перилами на тоненьких столбиках вели от него к собственной купальне и к маленькой пристани где всегда ждал хозяина тузик на котором и переправлялись к яхте стоявшей в море на более глубоком месте на этой яхте Миша став членом яхт клуба почти ежедневно предпринимал далекие прогулки доказывая что он не забыл своего основного ремесла было наслаждением видеть моего брата в его настоящей стихии уверенность его маневров спокойствие и тихую радость которой он весь исполнялся носясь чайкой на просторе а затем все это благополучие пошло прахом между когда-то влюбленными друг в друга Мишей и Олей пошли нелады поведшие к тому что они разъехались поделив между собой детей дочь перешла к матери сын остался с отцом они бросили свою прекрасную двухэтажную квартиру в родительском доме и каждый поселился особо еще через несколько лет моя бедная кузина и бель сёр невестка уже годами страдавшая неизлечимой болезнью скончалась в каком-то австрийском курорте в последний раз я ее увидел лежащей в гробу среди той же раззолоченной церкви Никольского собора в которой происходило ее венчание сначала Костя а затем Кика оба обзавелись собственными очагами собственными семьями а там началась трагедия войны дочь Ксения вышедшая замуж за талантливого архитектора фон Баумгартена следуя за мужем оказалась в Югославии в столице которой Баумгартен построил несколько значительных государственных зданий Хотя Миша до конца дней сохранил почти все волосы и первоначальный черный их цвет однако он выглядел более понурым и усталым нежели Леонтий и даже Альбер В последний раз что я посетил его я застал его в комнате рядом с кухней за клеянием крошечной кукольной мебели В эту минуту он мне очень напомнил нашего отца который тоже был большим мастером на такие дела и отдавался им со всем рвением своей души оставшейся детской до глубокой старости Но папочка создавал свои перлы для своей забавы и особенно для забавы детей и внуков для Мишеньки это был единственный заработок Он подобно отцу раз взявшись за что-либо предавался весь работе Однако все же для него больного и усталого эта работа не была каким-то отдохновением Смерть наконец сжалилась над ним и он умер через три года после Леонтия и за четыре года до Альбера в Петербурге Известие о том достигло нас уже в эмиграции Глава девятнадцатая Дяди и тети с отцовской стороны Попробую охарактеризовать еще тех лиц которые составляли наш ближайший круг К ним бесспорно принадлежали оба брата моего отца дядя Лулу на русский лад Леонтий Леонтьевич и дядя Жюль Юлий Леонтьевич однако я несколько затрудняюсь представить именно их портреты при всей их нежности к папе и при всей его любви к ним они вели образ жизни уж очень не похожий на наш главное отличие заключалось в том что оба они были совершенно чужды искусству тогда как папа был целиком отдан ему и в нашей семье искусство было вообще чем-то даже обыденным или насущным не мудрено поэтому что мне становилось убийственно скучно когда я бывал в гостях у моих дядей с отцовской стороны хотя все же мне нравился весь старосветский уклад дома дяди Лулу и его жены Августы да и сами эти старички дожившие в трогательном единении до золотой свадьбы были удивительно милы дядя Лулу представлял собой типичнейшего француза эпохи Луи Филиппа а его жена в своих широких кринолиновых платьях очаровательно пахла увядшими осенними листьями дядя дядя Лулу был на целых тринадцать лет старше папы он родился вместе с веком и это одно уже отодвигало его вглубь прошлого напротив дядя Жюль был на девять лет моложе отца однако общество этого веселого необычайно подвижного и бодрого сухенького старика так же как и общество его величественно молчаливой супруги тети Луизы я еще менее ценил нежели общество дяди Лулу попадая в дом последнего я оказывался в каком-то ином мире в эпохе когда царил Александр первый когда еще в Петербурге памятны были заветы Екатерины в самой атмосфере их дома жила какая-то поэзия прошлого этому способствовали и мебели картины и даже посуды и лампы напротив у дяди Жюля все отдавало жестокой прозой скопив себе порядочное состояние он был значительно богаче своих братьев дядя Жюля однако ничего не предпринимал чтобы придать своему обиталищу приятную изящность все у него было голо чопорно и банально ни ему ни тете Луизе не было никакого дела до того что я почитал самым важным в жизни и как обстановка так и беседа в доме дяди Жюля была тоскливо банальной и бесцветной старший сын его Юлий Юльевич владелец знаменитой на весь Петербург лесной фермы был совершенной копией отца как по наружности так и в смысле своих интересов правда он был архитектором но такая как бы причастность к художеству не отражалась на его образе жизни из трех дочерей дяди Жюля две старшие Женя была замужем за шотландцем Бертоном а Аля за швейцарцем Массе они были очень похожи на моих двух сестер и уже потому были мне дороги но я их видел редко и ни разу не посетил их третья дочь Эля была всего на три года старше меня и росла довольно миленькой девочкой однако если я опитал к ней эти чувства которые подавают питать к своим родным то все же это не привело к большому сближению зато ее брата своего кузена Франца бывшего на два года моложе меня я прямо ненавидел уж из-за него одного я неохотно бывал у дяди Жюля и всячески топорщился когда раза два-три в году меня силком тащили туда по случаю каких-либо именин или рождений находясь же в гостях у дяди я старался не отходить от мамы и все же Францу удавалось каждый раз совершать в отношении меня какие-либо проделки нелепая жестокость которых наполняла меня бешеной злобой и возбуждала мысли о кровавой мести это были самые обыкновенные мальчишеские шалости однако вид с которым Франц их проделывал его сжатые губы его тупо злое выражение лица выдавали его черные намерения такую злость я вообще редко встречал и впоследствии в детях я был уверен что из него неминуемо выйдет разбойник и душегуб однако ничего подобного не получилось Франц став также архитектором архитектурой почти не занимался а превратился в помещика образцового пчеловода засел где-то под лугой в деревне и поэтому окончательно исчез с нашего горизонта недоброе же чувство проснувшееся у меня к нему когда мне было восемь а ему шесть так с годами и не исчезли весьма вероятно что к третьему брату папы я бы исполнился более горячих чувств если бы он жил в Петербурге но он жил почти безвыездно за границей и умер там сравнительно не старым человеком кончина брата необычайно огорчила папу питавшего к нему особую нежность дядя Александр Саша был очень похож на моего отца не только чертами и выражением лица но и всем своим духовным складом художественной жилкой жившей в нем и тем что дядя Саша был большой затейник тративший немало времени на всякие забавные вещи в которых художественный элемент так или иначе проявлялся рассказы об этих затеях в особенности о замечательном кукольном театре устроенном дядей Сашей у себя в Гамбургском доме возбуждали мое любопытство в высшей степени но кроме того моя к нему нежность на расстоянии поддерживалась тем что почти в каждое письмо приходившее от дяди было вложено специально для меня несколько листиков рельефных картинок носивших в те времена название облатен и вот получение этих облаток исполняло меня восторженной благодарностью дядя Саша представлялся мне издалека каким-то добрым волшебником владевшим несметными сокровищами которыми он щедро даривал своего племянника на самом же деле жизнь дяди сложилась вовсе не блестяще женившись в Петербурге на дочери богатых коммерсантов Фиксен он последовал за ней и за ее родителями когда вся семья переселилась в свой родной Гамбург и тут почти сразу произошла катастрофа родители разорились и вскоре после этого умерли а дяде Саше тоже готовившемуся когда-то стать архитектором пришлось кое-как зарабатывать себе на жизнь обзаведясь небольшим магазином канцелярских принадлежностей к счастью еще ему удалось сохранить один из домов принадлежавших Фиксеном и в этом доме на Бургфельдер Пассаж он и прожил до своей слишком рано наступившей смерти единственный сын дяди Саши называвшийся также Сашей но с прибавкой бог знает почему Конский вернулся при жизни отца в Петербург женился на своей троюродной сестре Густе Эбергард и основал свою собственную многочисленную семью он был сверстником и ближайшим другом моего брата Альбера и сам очень даровитым пейзажистом с успехом участвовавшим на наших акварельных выставках к этому Саше Конскому я питал всегда сердечную любовь но не без нежности относился я и к его трем сестрам также впоследствии переселившимся вместе с матерью в Петербург и носившим у нас в семье прозвище Гамбургских Следовало бы дальше остановиться на двух сестрах моего отца остальные пять скончались до моего рождения но я могу сказать только то что обеих этих тетушек я искренне любил а они меня усердно баловали особенно как это и полагается баловала меня крестная мама тетя Маша я же ей за это платил бессовестной эксплуатацией что 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 касается до старшей сестры моего отца Жанет Рубер родившейся еще в 18 веке то мое представление об этой крошечной в комочек съежившейся старушке нераздельно связано с той квартирой в доме ее дочери Катеньки Романовской у Покрова в которой она жила до своей кончины в 1881 году у Папы вошло в обычаи каждое воскресенье после службы в церкви святого Станислава заходить к своей старшей сестре где его и меня когда я его сопровождал ожидал вкусный завтрак с замечательным пирогом но в те годы не пирогами можно было меня заманить к тете Жанет и к тете Катиш последняя была на 50 лет старше меня и все же приходилась мне кузиной а тем что их квартира была полна котов кошек и котят кошачью же породу я буквально обожал мне тем более было приятно ласкать здесь этих очаровательных зверюк и играть с ними что у нас дома таковые не водились изредка сдаваясь на мои просьбы мне дарили то черненького то серенького котенка с которым я тогда и возился до совершенного иступления в ущерб всем прочим занятиям но затем наша прислуга ненавидевшая кошек к великому моему огорчению моего очередного любимчика куда-то спроваживала в ущерб вместе с тетей Катей жил и ее единственный сын мой племянник бывший лет на двадцать старше своего дяди Евгений Осипович этот Женя Романовский был человеком унылым и печальным особенно стал он таковым когда после смерти матери остался один как перст напрасно наши семейные свахи в особенности моя невестка Мария Александровна старались подыскать для этого довольно состоятельного жениха подходящую невесту он не поддавался их уговорам мне думается потому что абсолютно не знал что с женой делать и как с ней поступать несмотря на свою унылость Женя был непременным участником наших семейных сборищ не внося впрочем в них ни малейшей доли веселья и приятности я не очень жаловал его а однажды даже крепко с ним поссорился из-за того что этот хмурый человек ни с того ни с сего позволил себе сыграть со мной довольно глупую шутку за большим обедом у моей сестры на кушалевке он запустил мне за шиворот кусочек льда однако позже наши отношения приняли довольно дружественный оттенок произошло это в период моей разыгравшейся страсти к книгам когда Женя к большому моему удивлению стал выказывать интерес к моим новым приобретениям интерес этот впрочем был чисто внешний он покрутит в руках книжку вскроет ее прочтет заглавие и оглавление объявит что ему данное сочинение уже известно по заглавию или оглавлению и затем отложит чтобы приняться за другую и у него самого была порядочная библиотека но состояла она почти исключительно из книг по естественным наукам сам Женя состоял кем-то при Академии наук даже издавал какие-то брошюры быть может и очень ученые не то по геологии не то по минералогии но признаюсь я их не читал хотя он мне их и подносил так как они которые Продолжение следует...